СТЕВЕН КИНГ КАДИЛОК Долана Месть Это блюдо, которое лучше всего есть холодным. Испанская поговорка Я ждал, наблюдая за ним, целых семь лет. Я видел, как он, Долан, приезжал и уезжал снова. Я видел, как он входил в роскошные рестораны, в смокинге, всегда с красавицей, держащей его под руку, всякий раз новый, всегда сопровождаемый двумя телохранителями, отгораживающими его от остальных посетителей. На моих глазах его сидеющие волосы превращались в изысканное серебро, тогда как мои собственные просто выпадали яблой сил. Я следил за ним, когда он совершал свои ежегодные поездки из Лас-Вегаса на западное побережье, и видел, как возвращался обратно. Два или три раза я наблюдал с соседней дороги, как его седан, Девил, такого же цвета, как и его волосы, проносился мимо меня по шоссе семьдесят один в Лос-Анджелес. Видел и как он выезжал со своей вилы в Голливуд-Хиллс в том же серебристом, кодиллоке, направляясь в Лас-Вегас, правда, не слишком часто. У школьных учителей и богатых гангстеров разные экономические возможности в жизни, и потому они не обладают одной и той же свободой перемещения. Он не подозревал, что я слежу за ним, я никогда не приближался к нему настолько, чтобы он мог заметить меня. Я был очень осторожен. Он убил мою жену, или распорядился, чтобы ее убили, что одно и то же. Хотите подробности? От меня вы их не получите. Если вам так уж хочется, вы найдете их в старых газетах. Ее звали Элизабет. Она преподавала в той же школе, что и я и где я продолжаю преподавать. Она учила первоклашек. Они любили ее, и мне кажется, некоторые из них все еще продолжают любить, хотя теперь уж стали значительно старше. Я любил ее и, разумеется, люблю до сих пор. Элизабет нельзя было назвать прелестной, но она нравилась мне. Она была тихой, но временами так заразительно смеялась. Я вижу ее во сне. Мне снятся ее кори глаза. Кроме нес, у меня не было ни одной женщины. И не будет. Долан допустил ошибку. Больше вам ничего не следует знать. Элизабет оказалась там как раз в то самое время и все видела. Она пошла в полицию, полиция направила ее ФБР. Там ее допросили, и она ответила, да, она готова выступить свидетельницей на суде. Они обещали защитить ее, но либо обманули, либо недооценили Додана. 3А может быть, и то и другое. 1Как бы то ни было, однажды вечером она села в свой автомобиль, и несколько динамитных шашек, присоединенных к системе зажигания, сделали меня вдовцом. 4Это он сделал меня вдовцом, Долан. 4Поскольку свидетелей, готовых дать показания, не оказалось, дело закрыли. 1Он вернулся из Вубмир, а я, в свой. 4Для Пьева, великолепный пентхаус в Лас-Вегасе, для меня, пустой деревянный дом. 2Его сопровождала вереница прекрасных женщин в мехах и вечерних платьях, тогда как моим уделом стало одиночество. 1Серебристо-серые, кадиллоки, для Пьева, он сменил их четыре на протяжении этих лет, и старый, бью и кривь сра, для меня. 1Его волосы приобрели цвет благородного серебра, тогда как моих вовсе не стало. 1Но я следил за ним. 1Я был очень осторожен, а, как я был осторожен! 1Я знал, кто он и на что способен. 9И ничуть не сомневался, что он может раздавить меня как клопа, стоит только ему заметить меня или заподозрить, что я готовил для него. 9Поэтому я был осторожен. 9Три года назад, во время летних каникул, я последовал за ним, на благоразумном расстоянии, в Лас-Анджелес, куда он ездил довольно часто. 9Там он жил в своем роскошном доме и принимал гостей. 9Я наблюдал за их приездом и отъездом с безопасного расстояния в тени здания на дальнем конце квартала, прячась от полицейских автомобилей, 9не и время патрулирующих этот район. 9Остановился я в дешевом отеле, постояльцы которого не выключают, казалось, своих радиоприемников, а в окно моей комнаты светила неоновая реклама 7бара с противоположной стороны улицы. 9- В этой ночи я не сыпал, и мне снились скорее глаза моей Елизабет Бетт, снилось, что ничего не случилось, и я просыпался со щеками, 7мокрыми от слез. 7Мне казалось, что я теряю надежду. 9Его хорошо охраняли, понимаете, слишком хорошо охраняли. 9Куда бы он ни пошел, его повсюду сопровождали двои до зубов вооруженных телохранителей, а, Кадиллак, был бронированным. 9Широкие радиальные шины, на которых он катил, пользуются популярностью у диктаторов в беспокойных странах, пулевые пробоины на них затягиваются сами. 9И тут, в тот последний раз, я увидел, как можно убить Дайдана, но только после столкновения, изрядно напугавшего меня. 9Я сопровождал его обратно в Лас-Вегас, следуя за ним на расстоянии мили, иногда двух, а то и трех. 9Когда мы пересекали пустыню, направляясь на восток, его, Кадиллак, казался иногда всего лишь солнечным пятнышком на горизонте, и я думал об 9белизабет Бетт, о том, как сияло солнце в ее волосах. 9На этот раз я ехал далеко позади Дадана. 9Была середина недели, и автомобили попадались редко. 9Когда машины лишь изредка встречаются на шоссе семьдесят один, преследование становится опасным, это известно даже учителю начальной школы. 9Я проехал мимо оранжевого знака, на котором было написано, 9 «Объезд через пять миль» и еще больше избавил скорость. 9Объезды в пустыне заставляют машины ползти со скоростью черепахи, и мне совсем не улыбалось вплотную приблизиться к серебристо-серому, 9кадиллаку, в тот момент, когда водитель осторожно перебирался через особенно неровный участок дороги. 9- До объезда три мили, – гласил следующий знак, а под ним было написано, – впереди ведутся взрывные работы, и… выключите радиопередатчики. 9Я задумался о фильме, который видел несколько лет назад. 9В нем банда вооруженных грабителей заманивает бронированный автомобиль в пустыню, выставив фальшивые знаки об объезде. 9Как только шофер бронированного автомобиля поддался на уловку и свернул тая проселочную дорогу, ведущую вглубь пустыни, здесь тысячи таких дорог, 9протоптанных овцами к старым ранчо, и заброшенных правительственных магистралей, не ведущих теперь никуда, бандиты убрали знаки, 9обеспечив таким образом тишину и спокойствие, а затем просто расположились вокруг броневика, ожидая, когда охранники выйдут из него. 9Они убили охранников. 9Это я отчетливо помню. 9Они убили охранников. 9Я подъехал к объезду и свернул на него. 9Дорога была никудышной, укатанная глиной шириной в две полосы, повсюду хабы, на которых мой старый, Бьюик, подпрыгивал и стонал. 9Мне давно следовало поставить на него новые амортизаторы, но на это требуются деньги, а школьному учителю иногда приходится откладывать покупку, 9даже если он вдовец, не имеет детей и его единственное хобби, мечта о мести. 8Пока, Бьюик, подпрыгивал и раскачивался на ухабах и ямах, мне пришла в голову мысль. 9Вместо того чтобы в следующий раз следовать за, кодиллоком, Додана, когда он отправится из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес или из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, 9я обгоню его и буду ехать впереди. 9Затем переставлю щиты, сделаю фальшивый объезд, как в кинофильме, и замную его в заброшенную часть пустыни, 9которая все еще существует к западу от Лас-Вегаса, молчаливая и окруженная горами. 9Затем уберу знаки, как сделали это бандиты в фильме. 9И тут я мгновенно вернулся в реальный мир. 9Кадиллок, Додана был прямо передо мной, на обочине пыльной проселочной дороги. 9Одна из шин, самозатягивающаяся или нет, спустила. 9Нет, даже не спустила. 9Она просто лопнула и соскочила с диска колеса. 9По-видимому, виной тому был острый камень, торчащий на дороге наподобие миниатюрной танковой надолбы. 1Один из телохранителей устанавливал домкрат под переднюю часть машины. 9Второй, чудовище с поросячьим лицом, по которому из-под короткой прически катился пот, 9стоял на готове рядом с Доланом. 9Как видите, они не рисковали даже посреди пустыни. 9Сам Долан стоял в стороне от автомобиля, стройный и подтянутый, в рубашке с расстегнутым воротом, темных легких брюках, 9и его серебряные волосы развевались на ветру. 9Он курил сигарету и наблюдал за своими людьми, словно находился не в пустыне, а где-то в ресторане, бальном зале или, может быть, в чьей-то гостиной. 9Наши глаза встретились через ветровое стекло моей машины, и он равнодушно отвернулся, не узнав меня, 0хотя семь лет назад видел мою особу на предварительном следствии, когда я сидел рядом с женой. 8Мой ужас при виде, Кадиль Ока, исчез, и вместо этого меня охватила дикая ярость. 9Мне хотелось наклониться вправо, опустить стекло с пассажирской стороны и крикнуть, 9как ты смел забыть меня? 9Выбросить меня из своей жизни? 9Но это был бы поступок безумца. 9Наоборот, очень хорошо, что он забыл бы мне, прекрасно, что я выпал из его памяти. 9Уж лучше быть мышью под стеклянной панелью, перекусывающей, электрическую проводку. 9Или пауком, висящим высоко под потолком, раскидывая свою паутину. 9Телохранитель, обливающийся потом у Домкрата, сделал мне знак, призывая остановиться, но Долан Белый, 9был не единственным человеком, способным не обращать внимания на окружающих. 9Равнодушно выглянул, как он размахивал рукой, мысленно пожелав ему сердечного приступа или инфаркта, а лучшее то и другое одновременно. 9Я проехал мимо, па моя голова раскалывалась от боли, и на несколько мгновений горы на горизонте как-то странно вздрогнули. 9Будь у меня пистолет! 9Будь у меня только пистолет! 9Я мог бы прикончить этого мерзкого лживого человека, будь у меня только пистолет! 9Через несколько миль восторжествовал здравый смысл. 9Если бы у меня был пистолет, единственное, чего мне удалось бы добиться, – собственной смерти. 9Будь у меня пистолет, я бы отозвался на сигнал охранника, работавшего с домкратом, остановил машину, вышел из нее и начал поливать пулями пустынный ланджафт. 9Не исключено, что я мог бы даже ранить кого-то. 9Затем меня убили бы, закопали бы в неглубокой могиле, и Долан все так же продолжал бы ухаживать за красивыми женщинами и совершать поездки в своем 9серебристом, кадиллоке, между Лас-Вегасом и Лас-Леджелесом. 9Тем временем дикие звери пустыни раскопали бы мои останки и дрались бы из-за них под холодным светом луны. 9Я не отомстил бы за смерть Элизабет Бет, просто никоим образом. 1Телохранители, сопровождавшие Долана, – профессиональные убийцы, а я – профессиональный преподаватель начальной школы. 9Это тебе не кино, напомнил я себе, выезжая снова на шоссе. 9Мимо промелькнул оранжевый щит с надписью, – Конец строительных работ. 9Штатт Невада благодарит вас. 9Я мог бы допустить ошибку, перепутав кино с реальной жизнью, предположив, что лысый школьный учитель, обладающий к тому же изрядной близорукостью, 9способен превратиться в полицейского, в «грязного гаря». 9При любых обстоятельствах ни о какой мести не может быть речи, сплошные мечтания. 9А совершится ли она вообще, эта месть? 3Моя мысль о «фальшивом объезде» была такой же романтичной и далекой от дальности, как и желание выскочить из старого «Бьюика» и осыпать врага в пульме. 9В последний раз я стрелял из малокалиберной винтовки, когда мне было шестнадцать, и ни разу в жизни не держал в руке пистолет. 9Такое покушение невозможно без группы единомышленников, даже тот фильм, что я смотрел, при всей своей романтичности ясно это доказывал. 9Там действовали восемь или девять бандитов, разделившихся на две группы, поддерживающие между собой связь с помощью портативных раций. 5Более того, в операции принимал участие даже небольшой самолет. 9Он баражировал над шоссе, чтобы убедиться, что поблизости нет других автомобилей, когда броневик приблизится к месту поворота для 2объезда. 1Замысел кинофильма был, несомненно, придуман каким-нибудь тучным сценаристом, сидящим с бокалом коктейль в руке возле своего бассейна, у столика, 9на котором красуется щедрый набор карандашей и комплект сюжетов по Эдгару Алесу. 5И даже этому сценаристу понадобилась целая армия людей, чтобы осуществить свой замысел. 9Я был один. 9Нет, из этого ничего не выйдет. 1Это был всего лишь фальшивый проблеск фантазии, такой же, как и многие другие, появлявшиеся у меня на протяжении нескольких лет, как, 1например, пустить ядовитый газ в систему кондиционирования воздуха в доме Додана, или подложить бумбу в его особняк в Лос-Анджелесе, или, 6может быть, приобрести какое-то по-настоящему смертоносное оружие, базуку, например, и превратить его проклятый серебристый, Кадиллак, в воду, 3обненный шар, катящийся на восток к Лос-Вегасу или на запад по шоссе семьдесят один в сторону Лос-Анджелеса. 9О таких мечтах лучше забыть. 0Но они не покидали меня. 9Захвати его врасплох, отрежь от остальных, шептал голос Элизабет. 9Отдели его, подобно тому как опытная овчарка отгоняет овцу от стада по команде своего хозяина. 4Загони его в пустоту и убей. 6Убей их всех. 9Нереально. 9Если бы спросили мое мнение, я сказал бы, что по крайней мере человек, сумевший остаться в живых так долго, как Долан, обладает, 9по всей видимости, тонким, чувством опасности, умеет выживать. 9Это чувство настолько тонко, что практически переходит в траною. 2Долан и его телохранители сейчас же разгадают трюк с объездом. 9- Но ведь они свернули с шоссе в тот раз, напомнил голос Элизабет. 9Они даже не колебались. 9Они последовали по проселочной дороге послушно, как овечки. 9Но я знал, да, каким-то образом я знал. 9- Что люди, подобные Долану, больше походящие на волков, чем на людей, обладают шестым чувством, когда заходит речь об опасности. 9Я мог украсть настоящие щиты с подлинным указанием объезда с какого-то склада дорожного оборудования и установить их должным образом. 9Я мог даже добавить флюоресцирующие конусы и дымящие котелки, испускающие черный дым. 9Я мог сделать все это, но Долан все равно почувствует мой запах пота, свидетельство моей нервозности. 3Почувствует через пуле непробиваемые стекла своего, Кадиллиока. 4Закроет глаза и вспомнит имя Элизабет в той полости, полной ядовитых змей, что заменяла ему мозг. 0Голос Элизабет стих, и я подумал, что сегодня больше не услышу его. 9Как вдруг, когда Лас-Вегас показался на горизонте, голубой, в дымке, колышущейся на дальнем краю пустыни,, ее голос снова заговорил со мной. 9А ты не пытайся обмануть их фальшивым объездом, услышал я. 9Обманя их чем-то более похожим на настоящее. 9Я свернул, бью и к, на обочину, уперся обеими ногами в тормозную педаль, и машина, дрожа, остановилась. 9Я поднял голову и увидел в зеркале заднего обзора свои широко открытые потрясенные глаза. 9Внутри начал смеяться голос, который я принимал за голос Элизабет. 1Это был дикий, безумный смех, но через несколько мгновений я стал смеяться вместе с ним. 4Учители смеялись надо мной, когда я вступил в клуб любителей здоровья на девятой улице. 9Один из них даже рассказал старый, с бородой, анекдот, суть которого заключалась в следующем. 9Один слабак, который весил всего девяносто восемь фунтов, однажды отправился со своей девушкой на пляж. 1К нему подошел Громил и весил двести фунтов, бросил ему в лицо песок и увел его девушку. 9Слабак стал тренироваться, через год он весил уже двести фунтов и снова пошел со своей девушкой на пляж. 9К нему подошел Громил и весил двести пятьдесят фунтов, бросил в лицо песок и увел его девушку. 8Так вот, Остряк-раскащик спросил меня, не бросал ли кто мне в лицо песок. 8Я посмеялся вместе со всеми. 9Человек, который смеется вместе с остальными, не вызывает подозрений. 8Да и почему бы мне не посмеяться? 9Моя жена умерла семь лет назад, верно? 1В гробу от нее осталась лишь пыль, несколько волосков и кости. 9Так почему бы мне не посмеяться, а? 9Люди начинают подозревать мило одно и лишь после того, как человек вроде меня перестает смеяться. 9Я продолжал смеяться вместе с ними, хотя мышцы болели у меня всю осень и зиму. 9Я смеялся, хотя мне все время хотелось есть, , не ел перед сном, не пил пива, избегал джина с тоником перед обедом. 9Зато в моем рационе было много мяса и овощи, овощи, овощи. 9На Рождество я купил себе тренировочный аппарат, на Утилус. 9Нет, это не совсем верно. 9Это Элизабет Бетт купила мне, на Утилус, на Рождество. 9Теперь я видел Додана не так часто, я был слишком занят своей физической подготовкой, терял вес, уменьшал пузо, накачивал мускулы на руках, 9груди и ногах. 9Бывали моменты, когда мне казалось, что продолжать это выше моих сил, что восстановить былое физическое здоровье невозможно, 9что я не смогу жить без добавочной пищи, без кофейного торта и сливок кофе. 9Когда мне становилось совсем плохо, я ставил машину рядом с одним из любимых ресторанов Додана или заходил в клуб, где он часто бывал, 9и ждал, когда он подъедет в своем серебристо-сером, кодиллоке, в сопровождении высокомерной ледяной блондинки или со смеющейся рыжеволосой красавицей, 8а то и с двумя сразу. 5Вот он, человек, которым бил мою Элизабет Бет, в модном костюме от Биджана, с золотым, роликсом, сверкающим в огнях ночного клуба. 9Когда я уставал и терял силу духа, я шел к Долану, как человек, с недоимой неутолимой жаждой, идет к оазису в пустыне. 9Я пил его отрезвленную воду и испытывал облегчение. 9С февраля я приступил к ежедневным пробежкам, и остальные учители смеялись над моей лысой головой, которая шелушилась и розовела, 6шелушилась и розовела снова и снова, несмотря на крем от загара, которым я смазывал лысину. 8Я смеялся вместе с ними, хотя пару раз едва не падал в обморок и по завершении пробежек долго растирал ноги, сведенные судорогой. 9Когда пришло лето, я обратился за работой в Дорожное управление штата Невада. 9Муниципальный отдел поставил печать, предварительно одобрив мое заявление, и послал меня к дорожному мастеру по имени Гарви Блокер. 9Блокер был высоким мужчиной, сожженным почти до черноты жарким солнцем Невады. 9На нем были джинсы, запыленные сапоги и голубая майка с обрезанными рукавами. 9По груди шла надпись, «Плохое настроение». 9Под кожей на руках перекатывались огромные шары мышц. 9Он посмотрел на мое заявление, затем взглянул на меня и рассмеялся. 9Свернутое в трубку заявление казалось крошечным в его огромном кулачище. 9- Ты шутишь, приятель. 9Шутишь, не иначе. 9Мы работаем под солнцем, которое жарит день-деньской, это вовсе не интеллигентский салон для модного загара. 9Кто ты на самом деле, приятель? 9Бухгалтер? 9- Учитель, – ответил я. 9- Учат третьеклассников? 9- Господи! – воскликнул он и снова засмеялся. 5- Уходи отсюда, ладно? 1У меня были карманные часы, доставшиеся мне от прадедушки, который работал на строительстве последнего отрезка великой трансконтинентальной железной дороги. 9Согласно семейной легенде, он присутствовал при том, как забивали последний золотой костыль. 9Я достал из кармана часы и покачал ими на цепочке перед лицом Блокера. 0- Видишь? – спросил я. 0- Стоят шестьсот, а может, и семьсот долларов. 9- Хочешь меня подкупить? 9- Блокер снова засмеялся. 9Он вообще выглядел очень веселым парнем. 9- Дружище, я слышал о том, как люди заключали сделки с дьяволом, но ты первый, который хочет предложить взятку за то, чтобы его пустили в ад. 9- Теперь он посмотрел на меня с сожалением. 9- Может быть, ты взаправду считаешь, что знаешь, где работать, но я должен сказать тебе, что ты не имеешь об этом ни малейшего представления. 9Я сам видел, как в июле к западу от Индиан Спрингс температура в тени достигала пятидесяти градусов по Цельсию. 9Там сильные люди плачут. 1А ты совсем не такой, приятель. 8Мне не надо снимать с тебя рубашку, чтобы убедиться, что у тебя на спине нет ничего, кроме тощих мускулов, заработанных в Клубе Здоровья, 1а этого явно недостаточно в Великой Пустыне. 9- Как только ты придешь к выводу, что я не могу работать, я уйду. 9Часы можешь оставить себе. 9Я не буду спорить. 0- Брехла ты. 9Я посмотрел ему в лицо. 9Он посмотрел на меня. 9- Нет, ты не брехла, – произнес он голосом, полным изумления. 9- Нет. 8- И ты согласен передать часы Тинкеру, чтобы они хранились у него? 9Он ткнул большим пальцем в сторону огромного негра в яркой рубахе, который, сидя в кабине бульдозера, жевал фруктовый пирог, купленный в 9макдональдсе, и прислушивался к нашему разговору. 9- На него можно положиться. 8- Можешь не сомневаться. 9- Тогда пусть он хранит эти часы до тех пор, пока ты не выгонишь меня с работы или пока не наступит для меня время возвращаться в школу в сентябре. 9- Это – твоя ставка. 9А какова будет моя? 9Я показал на свое заявление у него в руках. 9- Подпиши это, – сказал я, – и мы квиты. 2- Ты с ума сошел. 1Я подумал о Долане, об Элизабете промолчал. 0- Ты начнешь с черной работы, – предупредил Блоке. 9- Будешь разбрасывать лопатой горячий асфальт из грузовика в выбитые ямы. 9И совсем не потому, что мне нужны твои идиотские часы, хотя я с удовольствием заберу их, – просто все так начинают. 9- Хорошо. 9- Лишь бы между нами все было ясно. 1- Согласен. 1Мне все понятно. 9- Нет, – покачал головой Блокер, – тебе ничего не понятно. 9Но ты поймешь. 8**Следующие две недели буквально вылетели из памяти. 1Помню, что шел за грузовиком, захватывал лопатой горячий асфальт, укладывал его на выбоины, трещины, утрамбовывал и шел дальше за грузовиком, 9пока тот не останавливался у следующей прорехи в дорожном полотне. 9Случалось, что мы работали на главной улице Лас-Вегаса, Стрипи, и я слышал серебряный звон монет, которые сыпались, когда кому-то выпадал джек-пот. 9Этот звон просто стоял у меня в голове. 9Я поднимал голову и видел, как Гарви Блокер смотрит на меня странным и вместе с тем сочувствующим взглядом, причем его лицо колышется в волнах жаркого 2воздуха, поднимающегося от нагретого асфальта. 5Иногда я смотрел на Тинкера, сидящего под парусиновым тентом, покрывающим кабину его бульдозера, и тогда негр поднимал часы моего прадеда и покачивал их 9на цепочки, а они отбрасывали серебряные блики. 9Самым главным было не потерять сознание, не упасть в обморок, как бы плохо мне не было. 9Я продержался весь июнь, затем первую педелью июля. 9И вот однажды Блокер подошел ко мне во время обеденного подрыва, когда я дрожащими руками держал сандвич. 9По большей части дрожь не покидала меня до десяти вечера. 5Это из-за жары. 9Приходилось выбирать, дрожать или падать в обморок, тогда я вспоминал про Додана и решал, лучше уж дрожать. 9- Ты все еще не стал сильным, приятель, – сказал мастер. 8- Нет, – согласился я. 8- Но, как принято говорить, ты бы посмотрел на материал, с которого я начал. 8- Я все время оглядываюсь на тебя и жду, что увижу, как ты лежишь посреди мостовой, а ты все не падаешь. 9Но ты не выдержишь. 1- Выдержу. 9- Не выдержишь. 9Будешь так идти с лопатой за грузовиком, наверняка сломаешься. 9- Нет. 9- Впереди самая жаркая часть лета, приятель. 9Тинг зовет ее сковородкой. 9- Я справлюсь. 9Он достал что-то из кармана. 9Это были часы моего прадеда. 9Он бросил их мне на колени. 9- Забирай свои дерьмовые часы, – сказал он, не скрывая отвращения. 9- Мне они не нужны. 5- Но ведь мы заключили с тобой сделку. 9- Я расторгаю ее. 1- Если ты уволишь меня, я обращусь в суд, – предупредил я. 9- Ты подписал мое заявление. 9Ты! 9- Я не увольняю тебя, – сказал он и отвернулся. 9- Цинг научит тебя управлять экскаватором. 9Я долго смотрел на него, не зная, что сказать. 1Моя классная комната, где учил третьей классников, такая прохладная и уютная, еще никогда не казалась мне столь далекой. 9И все-таки я не имел ни малейшего представления о том, как думают люди вроде Блокера или что он имел в виду, когда говорил со мной. 9Я знал, что он одновременно восхищался мной и презирал меня, но не мог понять, почему. 9А какое тебе до этого дело, милый? 9- Внезапно услышал я голос Элизабет внутри себя. 9Тебе нужно заниматься Доланом, помня о Долине. 9- Зачем это тебе нужно? 9- Спросил я его наконец. 9Он посмотрел на меня, и я увидел по его лицу, что в нем борются два чувства, изумления и ярости. 9И все-таки мне показалось, что верх одерживает ярость. 9- Не могу понять, приятель, что с тобой происходит. 8За кого ты меня принимаешь? 8- Я не. 9- Неужели ты думаешь, что я хочу твоей смерти из-за этих дерьмовых часов? 9Ты действительно так считаешь? 9- Извини меня. 9- Извини, извини. 9Не встречал еще несчастней идиота. 8Я спрятал в карман часы моего прадеда. 0- Понимаешь, приятель, ты никогда не станешь сильным. 9Есть люди и растения, которые выдерживают жар солнца и становятся крепче от этого. 9А есть такие, что вянут и гибнут. 9Вот ты погибнешь. 8Ты это хорошо понимаешь, и все-таки отказываешься работать в тени. 9Почему? 9Почему ты так насилуешь себя? 9- На то у меня есть причина. 9- В этом я ничуть не сомневаюсь. 9И пусть Господь Бог поможет тому, кто встанет у тебя на пути. 9С этими словами он ушел. 9Типкер направился ко мне, улыбаясь до ушей. 9- Как ты, сумеешь управлять экскаватором? 9- Пожалуй, – ответил я. 9- Я тоже так думаю, заметил он. 9- Старин о блоке питает к тебе слабость, только не знает, как выразить это. 9- Да, я обратил на это внимание. 9- А ведь ты настойчивый сукин сын, а? 0- засмеялся Степкер. 9- Надеюсь, – согласился я. 9До конца лета я управлял экскаватором, и когда осенью вернулся в школу почти такой же черный, как сам Тинг, остальные учителя перестали надо мной смеяться. 9Иногда они искоса посматривали на меня, когда я проходил мимо, побольше не смеялись. 9У меня была своя причина. 9Именно так я объяснил свое желание работать на ремонте шоссе. 9Я провел это страшное лето, не из-за каприза. 9Мне было необходимо снова обрести форму. 1Для того чтобы вырыть могилу для мужчины или женщины, необязательно прибегать к таким решительным мерам, но я имел в виду не мужчину и не женщину. 9Я собирался похоронить этот проклятый, Кадиллак. 9К апрелю следующего года я числился в списке получателей печатных материалов Дорожного управления штата Невада. 9Ежемесячно я получал бюллетень, Дорожные знаки Невады. 9Большинство материалов в нем я только просматривал, там речь шла о финансировании предстоящих робот по улучшению дорожной сети, о дорожном снаряжении, 9которое продавалось и покупалось, законах, принятых Конгрессом штата и касающихся борьбы с эрозией и наступлением песчаных дюн. 9Больше всего меня интересовало то, что находилось на паре последних страниц бюллетене. 9В этом разделе, именуемом, графиком работ, перечислялись сроки и места проводимого ремонта на каждом участке. 9Особенно важной для меня была та его часть, которая называлась, Перпол, , перестилка полотна. 9Из опыта работы с командой Горви Блокера я знал, что именно в этих случаях чаще всего приходится устраивать объезды. 9Чаще всего, но не всегда, далеко не всегда. 1Дорожная комиссия прибегает к этой мере лишь в том случае, когда нет другого выхода. 9Но я не сомневался, что рано или поздно эти шесть букв прозвучат для Додана смертным приговором. 9Всего шесть букв, которые я постоянно видел во сне, Перпол. 9Это будет совсем непросто и скорее всего наступит нескоро. 9Я знал, что мне придется, возможно, ждать несколько лет, а тем временем кто-то другой может прикончить Додана. 9Он был плохим человеком, а такие люди ведут опасную жизнь. 9Для того чтобы все произошло именно так, как... мне хотелось, требовалось совпадение четырех факторов, похожих на редкое сближение планет, 2Долан должен отправиться в поездку, а у меня должны быть каникулы, национальный праздник или уикенд, длящийся три дня. 9По всей видимости, такого редкого совпадения придется ждать годы. 9Но я сохранял спокойствие, не сомневался, что рано или поздно нечто подобное случится, и тогда я буду готов вступить в игру. 1И действительно, такой момент настал. 9Это произошло не тем, первым летом и не той осенью, и не следующей весной. 9Но вот в июне прошлого года я открыл бюллетень, дорожные знаки Невады, и увидел следующее объявление в графике предстоящих ремонтных работ 1с 1 по 22 июля, предварительно, на шоссе 71 между отметками 440 и 472 мили, западные направления, работы по Нерполу. 9Дрожащими руками я перелистал свой настольный календарь и увидел, что национальный праздник, День независимости, выпадает на 4 июля, понедельник. 9Итак, совпали три фактора из четырех, потому что при ремонте полотна такой длины обязательно будет организован объезд. 9Но... как поступит Доллан? 9Совпадет ли четвертый фактор? 9В прошлом я видел, как он трижды ездил в Лос-Анджелес на День независимости 4 июля, 9все равно эта неделя не такая уж оживленная в Лас-Вегасе. 9Я вспомнил еще три, когда он куда-то уезжал, один раз в Нью-Йорк, другой, в Майами, а однажды даже в Лондон. 9Наконец, еще один раз во время празднования Дня независимости он просто оставался в Лас-Вегасе. 9Если он решит уехать на этот раз. 4Как бы мне узнать заранее? 3Я думал об этом долго и напряженно, но две картины постоянно вторгались в мои мысли. 9Впервые я видел, Кадиллак, Додана, мчащийся на запад, Кос-Анджелесу, по шоссе семьдесят один, разрывая вечерние сумерки и оставляя за собой длинную тень. 1Я видел, как он проносился мимо дорожных знаков, гласящих, впереди объезд, причем последний предупреждал о необходимости выключить автомобильную рацию. 9Я видел, Кадиллак, проносящийся мимо оставленного на обочине дорожного оборудования, бульдозеров, грейдеров, экскаваторов, 9машин, брошенных на обочине не потому, что кончилось рабочее время, а из-за наступающего уик-энда, продолжительного трехдневного уик-энда. 9Во второй картине все выглядело таким же, только счеты с предупреждением об объезде отсутствовали. 6Их не было, потому что я убрал их. 8В последний день занятий в школе, перед началом каникул, я внезапно понял, как узнать, собирался ли Долан уезжать из Лас-Вегаса. 9Я сидел за своим столом и дремал. 8Мои мысли были за миллион мили от школы, и от Додана. 9Вдруг я внезапно выпрямился, опрокинув вазу на столе, в ней стояли прелестные полевые цветы, которые преподнесли мне мои ученики во знаменование 8 окончания школьных занятий, она упала на пол и разбилась. 9Несколько учеников, тоже дремавших перед концом урока, вскочили. 9Выражение моего лица, по-видимому, напугало некоторых из них, л-маленький Тимоти Орих расплакался и мне пришлось успокаивать его. 9Простыни, думал я, утешая Тимми. 9Простыни, наволочки, столовое белье, столовое серебро. 9Ковры и занавески. 9Навести порядок на вилле. 9Все должно выглядеть соответствующим образом. 9Он обязательно потребует этого. 9Разумеется, он захочет, чтобы все было в порядке. 9Это было такой же неотъемлемой частью Делана, как и его, Кадиллак. 9На моем лице появилась улыбка, и Тимми Орих улыбнулся мне в ответ, но я улыбался не Тимми. 9Я улыбался Элизабет. 8Занятия в школе закончились 10 июня. 9Через двенадцать дней я вылетел в Лос-Анджелес. 9Там я арендовал машину и поселился в том же дешевом отеле, где проживал в прошлый раз. 9Три дня подряд я ездил в Голливуд-Хиллс и следил за Вилей Додана. 0Наблюдать подолгу было опасно, меня могли заметить. 9Богатые люди нанимают охранников, следящих за любопытными, те слишком часто оказываются опасными. 9Вроде меня. 5Сначала я не заметил на Виле никаких признаков жизни. 9Окна не закрыты ставнями, лужайка перед домом аккуратно подстрижена, вода в бассейне чистая и прозрачная. 8И все-таки там царила атмосфера пустоты и чувствовалось отсутствие жизни, задернутые шторы, у подъезда нет автомобилей, никто не пользуется бассейном, 9за которым каждое утро ухаживает юноша с пучком волос, закрепленных резинкой на затылке. 9Я уже решил было, что потерпел неудачу. 9И тем не менее не уезжал, надеясь на последний, четвертый фактор. 9Двадцать девять июня, когда я решил, что придется потратить на ожидание еще год, еще один год лешки, упражнений, 9управления экскаватором в летнее время в бригаде Гарви Блокера, если он возьмет меня, разумеется, 9к воротам Вилы Додана подъехал синий автомобиль с надписью, Служба безопасности Лас-Анджелеса. 9Из машины вышел мужчина в обмундирование, похожем на полицейское, и открыл ключом ворота. 9Затем он сел в машину, объехал Вилу и оставил машину за углом дома. 9Через несколько мгновений показался из-за угла, запер ворота и ушел. 9Это по крайней мере нарушило томительное однообразие ожидания. 9У меня появилась крошечная надежда. 9Я сел в машину, заставил себя поездить по городу пару часов и снова вернулся, поставив, Бьюик, на этот раз не в конце квартала, а в начале. 9Пятнадцать минут спустя перед Вилей Додана остановился голубой фургон. 9На нем была надпись, «Фирма по уборке домов Большого Джо». 7Сердце радостно забилось у меня в груди. 9Я сидел в машине и следил за происходящим в зеркале заднего обзора, сжимая руками руль. 9Из фургона вышли четыре женщины, одна черная, одна китаянка и две белые. 8Они были одеты в светлые платья, какие носят официантки, но это были, конечно, не официантки, а уборщицы. 8Одна из них нажала на кнопку звонка, охранник открыл ворота, пропустил их во двор и снова запер ворота. 9Все пятеро направились к дому, болтая о чем-то и смеясь. 9Охранник попытался ущипнуть одну из них, она толкнула его руку и засмеялась еще громче. 9По лицу моему катился пот, и мне казалось, что он какой-то жирный. 9Сердце билось подобно отбойному молотку. 9Они исчезли из пространства, охватываемого зеркалом. 9Я рискнул и оглянулся. 9Задние двери фургона, стоящего теперь у входа в виллу, открылись. 9Одна из женщин несла пачку простыней, другая, полотенца, третья держала в обеих руках по пылесосу. 9Я отъехал от обочины, с трудом управляя машиной. 9Они приводили в порядок дом. 9Долан приезжал на праздник в Лос-Анджелес. 9Долан менял свой, Кадиллак, не каждый год и даже не каждый второй год, серебристо-серый седан, Девилл, на котором он ездил, 9когда нынешний юнь подходил к концу, был у него уже почти три года. 9Размеры машины были мне известны совершенно точно. 9Я написал письмо в, Дженерао Матуре, прикинувшись писателем. 9Они прислали мне техническое описание автомобиля и спецификации последней модели. 9И даже вернули пустой конверт с маркой, который я вложил в письма с запросом. 9По-видимому, крупные компании соблюдают обходительность, даже когда терпят убытки. 9После этого я взял для расчетов три цифры, наибольшая ширина, Кадиллака, также наибольшая высота и длина. 9С этими цифрами я зашел к своему приятелю, преподавателю математики в средней школе Лас-Вегаса. 9Я уже говорил вам, по-моему, что основательно готовился, и далеко не все мои приготовления касались укрепления физической силы, далеко не все. 9Своему приятелю я представил эту проблему как чисто гипотетическую. 9Я сказал, что пишу научно-фантастический рассказ и мне нужно, чтобы мои расчеты оказались достаточно точными. 9Я даже набросал несколько возможных вариантов сценария, нужно сказать, что меня удивила собственная изобретательность. 9Мой друг спросил меня, с какой скоростью будет передвигаться этот инопланетный разведывательный корабль. 9Я не ожидал такого вопроса и спросил его, какое это имеет значение. 9- Очень большое, – ответил он. 9- Если ты хочешь, чтобы разведывательный корабль в твоем рассказе упал точно в подготовленную ловушку, то должна обладать соответствующими размерами. 9Теперь взглянем на те цифры, которые ты мне дал, семнадцать футов на пять. 9Я открыл было рот, чтобы сказать ему, что речь шла не об этих цифрах, но он предостерегающе поднял руку. 9- Приблизительно, – сказал он. 9- Так легче рассчитать дугу снижения. 9- Что? 9- Дугу снижения, – повторил он, и я успокоился. 9Человек, намеревающийся отомстить, был очарован этой фразой. 9В ней было какое-то темное, мрачное звучание. 9Дуга снижения. 9Делая расчеты, я счел само собой разумеющимся, что могила, вырытая для, кодилека, должна соответствовать его размерам. 9Потребовален разъяснение моего друга Математика касательно того, что перед тем, как стать могилой, она должна послужить ловушкой. 5Да и сама форма имеет значение, по его мнению. 9Тот вид траншеи, который я придумал, может и не сработать должным образом. 8Более того, сохраняется большая вероятность, что траншеи не выполнят свое предназначение. 9Если разведывательный корабль, объяснил Математик, не попадет точно в начало траншеи, а покатится по ее краю, он остановится, 9инопланетяне вылезут через двери для пассажиров и перекончат всех героев. 5Чтобы правильно решить этот вопрос, убеждал он меня, нужно расширить входной конец так, чтобы ловушка имела вид воронки. 9Наконец, немаловажное значение имеет скорость. 9Если, Кадиллак, Додана будет двигаться слишком быстро, а вырытая яма окажется слишком короткой, то машина пролетит через яму, 9опускаясь во время полета. 5В результате или ее корпус, или колеса ударятся о край юмы на дальней стороне, и, Кадиллак, перевернется, но не упадет в яму. 9С другой стороны, если, Кадиллак, будет двигаться слишком медленно, а юма окажется излишне длинной, то он просто уткнется в дно носом, 9а это никуда не годится. 9Нельзя похоронить, Кадиллак, когда два фута его багажника и задний бампер высовываются из земли, равно как нельзя похоронить человека с высовывающимися на 9поверхность ногами. 8- С какой скоростью будет двигаться твой разведывательный корабль? 9Я сразу принялся за вычисление. 9На прямом отрезке шоссе шофер деланно поддерживал скорость между шестьюдесятью п шестьюдесятью пятию милями в час. 9Возможно, на участке, где по обочинам стоят дорожные машины, то есть там, где я приготовлю ему ловушку, он поедет несколько медленней. 9Я мог бы убрать знаки, извещающие об объезде, но не смогу устранить все признаки ведущихся ремонтных работ. 9- Примерно двадцать рулов, – ответил я. 8- А если в переводе на земной язык? – улыбнулся он. 9- Скажем, пятьдесят миль в час. 1Он склонился над своим компьютером, а я сидел рядом, широко открыв глаза и радостно улыбаясь, думал об этих замечательных словах, – дуга снижения. 9Он поднял голову и посмотрел на меня. 9- Знаешь, – сказал он, – тебе придется подумать о том, чтобы изменить размеры своего разведывательного корабля, приятель. 9- Да? 9А почему? 9- Семнадцать футов на пять, это слишком много. 9- Он рассмеялся. 9- Твой разведывательный корабль почти точно соответствует размерам, Линкольна, – Марк четвертый. 9Я тоже засмеялся. 9Мы смеялись оба. 8*****. 6После того как я увидел женщин, входящих в дом доланы с простынями и полотенцами, я вылетел обратно в Лас-Вегас. 9Я упер дверь своего дома, вошел в гостиную и поднял телефонную трубку. 9Моя рука немного дрожала. 7В течение семи лет я ждал и следил, подобно пауку под навесом крыши или мышки, спрятавшейся за шкафом. 9Я старался не подать доланы ни малейшего знака, что муж Элизабет все еще интересуется им, – совершенно безразличный взгляд, который он бросил на меня в тот 9день, когда я, возвращаясь в Лас-Вегас, проезжал мимо его, Кадильока, со спущенной шиной, хотя и привел меня в ярость, послужил наградой за все мои 9усилия. 9Но теперь мне придется рискнуть. 9Придется пойти на риск, поскольку я не мог находиться одновременно в двух местах, а мне было совершенно необходимо точно знать, 9приезжает ли Долан на свою виллу, и если приезжает, то когда следует временно убрать знаки, касающиеся объезда. 9Возвращаясь домой на самолете, я разработал план. 9Мне казалось, что он осуществим. 9Я заставлю его стать осуществимым. 9Я позвонил в справочную Лос-Анджелесу и спросил телефонный номер фирмы Большого Джо. 9Записав номер, я набрал его. 9- Здравствуйте, это вилл из фирмы Ринни по обслуживанию приемов, – сказал я. 9- В субботу вечером нам заказано обслуживание обеда по адресу 1121 Эстердрайв в Голливуд-Хиллз. 9- Не могла бы одна из ваших девушек проверить, стоит ли на месте большая ваза для пунши в шкафу над сушкой в доме мистера Додана. 9Вы очень бы мне этим помогли. 9Меня попросили подождать у теле, Юна. 9Я ждал, хотя с каждой секундой мне начинало казаться, что меня заподозрили и сейчас звонят в телефонную компанию по другой линии. 9Наконец спустя длительное время, отозвавшийся поднял трубку. 8Его голос звучал расстроенно, но в этом не было ничего страшного. 9Мне хотелось, чтобы он звучал расстроенно. 8- Вечером в субботу? 0- Да, совершенно верно. 9Но у меня нет достаточно большой вазы для пунша, так что придется искать. 9У меня создалось впечатление, что у мистера Додана есть такая ваза. 1Я просто хотел убедиться. 0- Послушайте, мистер, в моей заявке говорится, что мистера Додана не ждут здесь раньше трех часов дня воскресенья. 9Я буду рад послать одну из моих девушек проверить, стоит ли такая ваза в шкафу, но сначала мне хотелось бы уладить эту проблему. 9Мистер Долан, крутой человек. 9- Я полностью с вами согласен, – сказал я. 0- И если он приедет на сутки раньше, то лучше послать для уборки побольше девушек прямо сейчас. 5- Разрешите, я проверю, – сказал я. 0Учебник для третьего класса, которым я пользуюсь, – дороги повсюду, лежал рядом со мной на столе. 1Я взял его и принялся листать страницы у самого микрофона. 4- Боже мой! – воскликнул я наконец. 9- Это я все напутал. 5Он пригласил гостей вечером в воскресенье, а не в субботу. 9Извините меня ради бога! 6Вы не сердитесь? 0- Нет, ничего страшного. 9Давайте сделаем так, я пошлю одну из своих девушек, и она проверит, стоит ли ваза. 0- Нет, не надо, ведь вечеринка-то в воскресенье, – сказал я. 6- Моя большая чаша для пунша будет привезена со свадьбы в Гленде или утром в воскресенье. 9- А-а! 0Ну, тогда все в порядке. 9Не волнуйтесь. 9- Спокойный, ничего не подозревающий голос человека, который не любит много думать. 9По крайней мере я на это надеялся. 9Я положил трубку и замер, обдумывая создавшуюся ситуацию. 9Чтобы приехать в Лос-Анджелес в три часа дня, ему придется выехать из Лас-Вегаса в воскресенье примерно в десять утра. 9И он окажется в районе объезда между четвертью и половиной двенадцатого, когда на шоссе почти никого нет. 9Я решил, что пришел конец размышлениям, время приниматься за дело. 9Я раскрыл страницу с объявлениями, сделал несколько телефонных звонков и затем поехал посмотреть на пять подержанных автомашин, которые были мне посредством. 9Наконец я остановил свой выбор на стареньком фургоне марки, форт, сошедшем со сборочного конвейера в том же году, когда убили Элизабет. 9Расплатился я наличными. 9После этого на моем счету в банке осталось всего двести пятьдесят семь долларов, но это ничуть меня не беспокоило. 9Возвращаясь домой, я остановился возле склада промышленных товаров и взял в аренду портативный компрессор, оставив в залог свою кредитную карточку 9-Мастеркард. 9К вечеру пятницы я загрузил в фургон все необходимое, кирки, лопаты, компрессор, тачку, ящик с инструментами, 9бинокль и взятый в дорожном управлении отбойный молоток с набором головок для разбивания асфальта. 9Туда же я погрузил большой рулон брезента песочного цвета, его я сберегал еще с прошлого лета, приложив немало усилий, 9и тонкие деревянные планки по пять футов длиной . 9Последним, но не менее важным, оказался большой промышленный проволочный сшиватель. 9На краю пустыни я остановился у торгового центра, взял со стоящего там фургона номерные знаки и поставил их на свой. 9В семидесяти шести милях к западу от Лас-Вегаса я увидел первый оранжевый щит, 9Впереди ремонтные работы. 9Проезжайте с максимальной осторожностью. 9Затем, примерно в миле за первым знаком, я увидел знак, который ждал в течение. 9В общем, с момента смерти Элизабет Бетт, хотя я не знал тогда этого. 1Через шесть миль объезд. 1Сумерки сгустились, и стало совсем темно, когда я подъехал поближе и изучил ситуацию. 1Если бы мне пришлось планировать ее по моему вкусу, я улучшил бы ее ненамного. 9Поворот в объезд шел направо между двумя холмами. 9Он выглядел как старая проселочная дорога, которую Департамент строительных работ отремонтировал и укатал для проезда большого количества 5машин, по крайней мере временно. 9Поворот был помечен мигающей стрелой, электроэнергия подавалась к ней от гудящей батареи, запертой в стальном ящике с висячим замком. 9Сразу после поворота на объездную дорогу шоссе было перегорожено двойной линией флюоресцирующих конусов. 9За ними, если водитель оказался настолько логлуп, что, во-первых, не обратил внимания на мигающую стрелу и, во-вторых, 9переехал двойной ряд дорожных конусов, даже не заметив, , стоял огромный оранжевый щит вроде тех, что используются для придорожной рекламы. 9На нем было написано большими буквами:"Проезд закрыт. 8Проезжайте в объезд". 9Но все-таки здесь причина для объезда не была очевидной, и я остался удовлетворенным. 8Мне не хотелось, чтобы у Додана появилось даже малейшее подозрение о поджидающей его ловушке, прежде чем он угодит в нее. 8Стараясь двигаться как можно быстрее, мне не хотелось, чтобы меня заметили в этот момент, , 9я вышел из фургона и убрал с десяток конусов, чтобы получить возможность проехать. 9Перетащил знак, дорога закрыта, на правую сторону, подбежал к машине, сел в нее и проехал через образовавшийся промежуток. 9И тут послышался звук мотора приближающегося автомобиля. 2Я мгновенно выскочил из машины, схватил конусы и принялся поспешно расставлять их поперек во шоссе. 9Два конуса выпали у меня из рук и скатились в канаву. 9Я побежал за ними, тяжело дыша, споткнулся в темноте о камень, упал и быстро поднялся на ноги, весь в пыле и с рассеченной в кровь ладонью. 9Автомобиль приближался, скоро он покажется на последней возвышенности перед поворотом на объезд, и водитель в свете фар увидит мужчину в джинсах и майке, 9спешащего расставить дорожные конусы. 9Увидит и его фургон, стоящий по ту сторону загородительной полосы, там, где не должны стоять машины, не принадлежащие дорожному правлению штата Невада. 9Я поставил на место последний конус и бросился к знаку. 5В отчаянии я слишком сильно дернул. 3Знак качнулся и едва не упал. 5Дальний свет фар приближающегося автомобиля осветил последнюю возвышенность, разделяющую нас. 9Внезапно мне пришло в голову, что это дорожный полицейский патруль. 1Наконец знак удалось установить на место, если не на место, то почти рядом с ним. 9Я бросился к фургону, включил двигатель и переехал на противоположный склон возвышенности. 8В тот момент, когда фургон скрылся за ним, увидел, как во шоссе залило яркий свет фар. 9Неужели он увидел меня в темноте с выключенными габаритными огнями? 9Не думаю. 9Я сидел в кресле водителя, откинувшись на спинку, с закрытыми глазами, ожидая, когда успокоится сердце. 9Наконец, когда звуки автомобиля, подпрыгивавшего и скрипевшего на ухабах и рытвенных объездной дороги, стихли, сердце пришло в норму. 9Я был в безопасности, за поворотом на объездную дорогу. 9Пора приступать к работе. 8ЗВЕЗДОЧКА ЗВЕЗДОЧКА ЗВЕЗДОЧКА За последней возвышенностью вытянутая в прямую линию шоссе постепенно спускалась вниз. 9По всей его ширине вдоль покрытия здесь больше не существовало. 9Вместо него виднелись кучи глин и длинная широкая полоса укатанного гравия вдоль одной лишь стороны, на одну треть ширины дорожное покрытие сохранилось. 9А вдруг они заметят это и остановятся? 9Повернут обратно? 9Или поедут дальше, уверены в том, что это и есть установленный путь движения, потому что не увидели знаков объезда? 9Теперь беспокоиться на этот счет слишком поздно. 9Я выбрал место примерно через двадцать ярдов после начала прямого отрезка, но все еще в четверти мили от того участка, где покрытие было снято. 9Съехал на обочину, забрался внутрь фургона и открыл заднюю дверь. 9Затем опустил две доски и вытащил снаряжение. 9Потом чуть передохнул, глядя на холодные звезды на безоблачном небе пустыни. 8- Ну вот и уберемся за дело, Элизабет Бетт, – прошептал я. 9Мне показалось, что ледяная рука погладила меня по шее. 8«Компрессор работал с чудовищным шумом, а отбойный молоток грохотал еще хуже, но выхода не было, оставалось только надеяться, 9что удастся завершить первый этап работы до полуночи. 9Если придется работать дольше, в любом случае возможно осложнение, запас бензина для компрессора был ограничен. 9Наплевать. 9Не стоит думать о том, кто там может прислушиваться и удивляться, что задурак работает отбойным молотком среди ночи. 9Лучше думать о Долане. 9О серебристо-сером, Кодильнике. 9О дуге Снижения. 9Сначала я разметил границы могилы, пользуясь мелом, рулеткой и цифрами, которыми снабдил меня мой друг-математик. 9Когда я закончил, передо мной простирлась полоса футов пяти в ширину и сорока двух в длину. 9Со стороны подъезда она расширялась, словно горло воронки. 9Правда, в темноте это расширение не так походило на воронку, как начерченное моим другом математиком на листе миллиметровки. 9Во мраке ночи оно казалось разинутым ртом на конце длинного, вытянутого горла. 9- Это для того, чтобы лучше проглотить тебя, мой милый, – подумал я и улыбнулся в темноте. 9Я прочертил еще двадцать линий поперек прямоугольника с тем, чтобы каждая полоса имела в ширину два фута. 9Наконец я провел вертикальную линию посередине, образовав тем самым сетку из сорока двух прямоугольников размером два фута на два с 5половиной. 4Сорок третий сегмент представлял собой нечто похожее на лопаты с расширением на конце. 9Затем я закатал рукава, запустил компрессор и принялся за работу. 9Дело шло быстрее, чем я мог надеяться, но не так споро, как бы мне хотелось, – разве бывает по-иному? 9Было бы куда лучше, если бы я мог пользоваться более тяжелым оборудованием, но его очередь наступит позже. 1Сначала мне нужно было раскраить квадраты на дорожном покрытии. 9Я не сумел покончить с этим к полуночи, не закончил и к трем часам, когда в компрессоре кончился бензин. 9Я предвидел такой исход и припас трубку, чтобы отсосать бензин из бака в фургоне. 9Я уже отвинтил крышку бака, но, почувствовав запах бензина, положил крышку на место из олег внутри фургона. 9Все, сегодня ничего больше я сделать не смогу. 9Это выше моих сил. 9Рабочие рукавицы не спасли мои ладони от сплошных водяных мозолей, многие из которых лопнули. 9Мое тело, казалось, продолжало содрогаться от непрерывной вибрации отбойного молотка, кисти рук походили на обезумевшие камертоны. 1Голова нестерпимо болела, нули даже зубы. 9Но самые большие мучения причиняла спина, позвоночник будто набили оттолченным стеклом. 9Мне удалось продолбить двадцать восемь квадратов. 9Двадцать восемь. 8Осталось четырнадцать. 9И это было только начало. 9- Нет, – подумал я. 8- Это невозможно. 0Я не смогу. 9И снова ледяная рука погладила меня по шее. 9Сможешь, милый. 9Сможешь. 9Звон в ушах стал стихать. 1Временами я слышал рев приближающегося автомобиля, который затем превращался в жужжание, когда машина сворачивала направо, на объездную дорогу, 9и направлялась по петле, в объезд участка, где велась перекладка дорожного полотна. 9Завтра суббота. 9Нет, суббота уже сегодня. 9Суббота сегодня. 0Долан пройдет здесь в воскресенье. 9У меня нет времени. 9Есть, милый. 9Взрыв разорвал ее в клочья. 9Маю любимой разорвали в клочья за то, что она рассказала полиции правду о том, что видела, за то, что не испугалась угроз, за свое мужество. 9А Долан по-прежнему разъезжает в своем, кодиллоке, и пьет шотландское виски двадцатилетней выдержки, золотой, ролекс, сверкает и на его запястья. 9- Я постараюсь, – подумал я, и провалился в бездонный сон, похожий на смерть. 9Я проснулся в восемь утра, когда лучи солнца, уже горячие, упали мне на лицо. 9Я сел и вскрикнул от невыносимой боли, прижимые бесчувственные руки к пояснице. 9Работать? 9Вырубить отбойным молотком еще четырнадцать квадратов асфальта? 9Я не в силах был даже шелохнуться. 0Но я должен был ходить и заставил себя. 9Двигаясь, словно глубокий старик, я пробрался в кабину, в фургон и открыл крышку, бардачка. 8Там я припасил окон с эмперином как раз на случай, что придет такое утро. 9Неужели я думал, что нахожусь в хорошей физической форме? 9Неужели? 9Правда, смешно? 9Я проглотил четыре таблетки эмперина, запив их водой, подождал, пока они растворятся у меня в желудке, а затем жадно набросился на завтрак из сушеных фруктов и холодного пирога. 1Я посмотрел на компрессор и отбойный молоток, которые ожидали меня. 8Желтое покрытие уже, казалось, кипело в утренних лучах солнца. 2К нему вели аккуратно вырезанные квадраты асфальта. 9Мне не хотелось брать в руки отбойный молоток. 9Я вспомнил, что сказал мне Горви Блокер, 9- Ты никогда не станешь сильным, приятель. 8Некоторые люди и растения выдерживают жар солнца, становясь только крепче, а некоторые вянут и гибнут. 9Почему ты так насилуешь свой организм? 9- Ее разорвали на куски, – прохрипел я. 8- Я любил ее, а они разорвали ее на куски. 9Это заявление не могло превзойти победный крик, вперед, медведи! или, на рогах, быки! 9Однако меня оно заставило двигаться. 9Я откачал бензин из топливного бака, фургона, задохнувшись от отвратительного вкуса и запаха и лишь крайним усилием воли удержав в 9желудке свой завтрак. 9В голове промелькнула ужасная мысль, что я стану делать, если механики, прежде чем отправиться домой наслаждаться длинным уикендом, 9слили дизельное топливо из баков своих дорожных машин? 9Но я тут же выбросил эту мысль из головы. 9Нет смысла беспокоиться о том, что не поддается твоему контролю. 9Все больше и больше я чувствовал себя человеком, выбросившимся из бомбардировщика Б-52 с зонтиком в руке вместо парашюта. 9Я отнес банку с бензином к компрессору и залил в бак. 9Мне пришлось пальцами левой руки наложить пальцы правой вокруг стартовой рукоятки компрессора. 9Когда я дернул за трос, лопнули мозоли, оставшиеся целыми. 9Компрессор заработал, и я почувствовал, как из моего кулака сочится жидкость. 9Нет, мне не справиться. 9Но я прошу тебя, милый. 9Я подошел к отбойному молотку и принялся за работу. 9Первый час оказался самым трудным, а затем монотонная вибрация отбойного молотка вместе с эмпирином, казалось, прогнали боль куда-то далеко, 9у меня немели руки, спина, голова. 9К одиннадцати часам я покончил с последним квадратом асфальта. 9Пришло время проверить, насколько хорошо я запомнил уроки Тинкера, как включать дорожные машины в обход системы зажигания. 9С трудом переставляя ноги, размахивая руками, я подошел к своему фургону и проехал полторы мили к тому месту шоссе, где велись ремонтные работы. 9И тут же я увидел свою машину, огромный экскаватор фирмы, Кейс Джордан, с приспособлением для захвата сзади. 9Дорожная машина стоимостью сто тридцать пять тысяч долларов. 9У Блокера я управлял Катерпиллером, но эта машина мало отличалась от моей. 8По крайней мере я надеялся на это. 9Я забрался в кабину и взглянул на диаграмму наголовки рычага управления. 1В точности как и на моем катере. 9Я несколько раз переключил скорости. 3Сначала они переключались с трудом, в коробку передач попал песок, парень, который управлял этой машиной, не закрыл коробку противопесочным фильтром, 9а мастер не потрудился проверить. 9Блокер обязательно проверил бы. 9И вычел бы у механика пять баксов, независимо от продолжительности уикэнда. 9Его глаза. 9Его глаза, полные полувосхищения и полупрезрения. 9Что бы он подумал обо мне сейчас? 9Неважно. 9Сейчас не время думать о Гарви Блокере, надо думать об Элизабет. 9И о Долане. 9На пол у кабины валялся кусок брезента. 9Я поднял его, надеясь увидеть под ним ключ. 9Но никакого ключа, разумеется, не было. 9Голостенка звучал у меня в сознании,:" Кретин, да любой мальчишка может запустить такую машину, как два пальца обоссать. 9В автомобиле по крайней мере имеется замок зажигания, в новом то есть. 9Вот посмотри. 9Да нет, не там, куда вставляется ключ, у тебя нет ключа, чего ты смотришь туда, куда вставляешь? 9Загляни под панель. 9Видишь свисающие провода? 8Я нагнулся и увидел провода, висящие точно так, как описывал мне Тинкер, красный, синий, желтый и зеленый. 9Я счистил изоляцию по дюйму с каждого и достал из кармана моток медной проволоки. 9- А теперь слушай, парень, потому что потом тебе, возможно, придется заниматься этим делом самому, сечешь? 9- Вспомнились слова Тинка. 9- Соедини красный и зеленый провода. 3Это ты никак не забудешь, потому что походит на Рождество. 9Теперь с зажиганием в порядке. 9Я соединил куском медной проволоки зачищенное место на красном и зеленом проводах, кейс Джордана. 9Горячий ветер, долетавший из пустыни, завывал, свистел, будто кто-то дул над горлышком бутылки из-под содовой. 9Паша истекал пот, катился под рубашку, щипал и щекотал кожу. 9- Сейчас перед тобой только синий и желтый провода, – продолжал свои поучения Тинк. 9- Их нельзя соединять вместе, достаточно дотронуться одним проводом до другого. 9Только смотри сам не касайся оголенных проводов, если не хочешь, чтобы у тебя из трусов пошел пар, приятель. 9Синий и желтый провода проворачивают стартер. 9Ну, действуй! 9Когда тебе надоест кататься на машине, разъедини красный и зеленый провода. 9Это вроде как поворачиваешь ключ зажигания, которого у тебя нет. 9Я коснулся синим проводом желтого. 9Блеснула огромная желтая искра, я отпрянул назад и ударился головой об одну из металлических стойрик в задней части кабины. 9Затем я наклонился вперед и снова соединил провода. 9Двигатель провернулся, чихнул, и экскаватор неожиданно дернулся вперед. 8Меня бросило на примитивную панель управления, и левой щекой я врезался в какой-то рычаг. 8Оказывается, я забыл перевести рычаг скорости в нейтральное положение, и в результате едва не остался без глаза. 8Мне казалось, что я слышу хохоттинка. 9Я перевел рычаг в нейтральное положение и сделал новую попытку. 9Мотор проворачивался и проворачивался, чихнул, выбросил порцию грязного коричневого дыма, которую тут же унес нестихающий ветер, 9и продолжал проворачиваться дальше. 9Я пытался убедить себя, что двигатель экскаватора просто плохо отрегулирован, в конце концов человек, который забывает установить, 9фильтр, защищающий коробку передач от песка, может забыть и про что-то другое. 0Но мне все больше казалось, что из топливного бака просто слили солярку, как я и опасался. 9Как раз в тот момент, когда я собирался выключить стартер, спуститься на песок и поискать, чем бы смерить уровень топлива в баке, 9мотор неожиданно заработал. 9Я разъединил провода, оголенный отрезок синего уже начал дымиться, и нажал на педаль газа. 9Когда двигатель разогрелся и заработал плавно, я включил первую скорость, развернул экскаватор и поехал обратно к длинному коричневому 7прямоугольнику, аккуратно вырезанному на той части дорожного полотна, что вела на запад. 0Остальная часть дня превратилась в бесконечный ослепительный ад, состоящий из ревущего двигателя и пылающего солнца. 0Водитель, Кейс Джордана, забыл поставить фильтр, защищающий коробку передач от песка, но не забыл унести солнечный зонтик. 0Думаю, старые боги иногда смеются. 9Не знаю почему. 9Просто смеются. 9Мне кажется, что у старых богов извращенное чувство юмора. 9Лишь к двум часам дня мне удалось сбросить все вырезанные квадраты асфальта в кювет. 9Так много времени мне потребовалось потому, что я все еще не научился аккуратно работать клещами. 8Поэтому мне приходилось сначала раскалывать каждый квадрат пополам, а потом вручную тащить к кювету. 9Я боялся, что, пользуясь клещами, разобью квадраты асфальта на мелкие куски. 9Когда все они оказались в кювете, я отвел экскаватор обратно. 9В баке оставалось совсем мало топлива, пришлось заняться перекачкой. 9Я остановился у фургона, взял шланг. и замер, глядя на большую канистру с водой. 9Я отбросил шланг и забрался внутрь фургона. 9Там я с восторженным визгом лил на себя воду. 9Я знал, что если выпью много воды, то меня стошнит, но не мог удержаться. 9Я все-таки напился, и меня стошнило, но я даже не встал, а просто отвернул голову в сторону и отполз от оставленной мной мерзкой лужи. 9Затем я заснул, и когда проснулся, почти стемнело. 9Где-то выл волк на новую луну, поднимающуюся в пурпурном небе. 9В свете умирающего дня прямоугольник со снятым асфальтовым покрытием действительно походил на могилу, могилу какого-то мифического чудовища. 9Голиафа, может быть. 0- Это мне не по силам, – прошептал я, глядя на длинную тень на асфальте. 9- Я тебя прошу, – послышался ответный шепот Элизабет. 1- Пожалуйста! 6- Ради меня! 0Я достал из «бардачка» еще четыре таблетки Эмпирена и проглотил их. 9- Ради тебя, – сказал я. 0********. 8Я поставил «Кейс Джордан» так, что его топливный бак оказался рядом с баком бульдозера, и с помощью лома сорвал крышки на обоих баков. 1Водитель бульдозера может не обратить внимания на фильтр, защищающий двигатель от пыли, но его бригадир уж никак не забудет проверить, 0заперли работягу пробку на топливном баке при цене солярки один доллар пять центов за галлон. 9Никак! 3Я начал переливать солярку из топливного бака бульдозера в бак экскаватора, а сам ждал, пытаясь ни о чем не думать, наблюдая за поднимающейся в небе луной. 9Через некоторое время я закрыл крышки, вернулся к намеченной яме и принялся копать. 9Управлять экскаватором при лунном свете намного легче, чем бить асфальт отбойным молотком под обжигающими лучами солнца, 9но все-таки работа продвигалась не так быстро, как мне бы этого хотелось. 9А все потому, что я решил придать дну юмы точно такой уклон, как рассчитал математик. 9В результате мне постоянно приходилось сверяться с плотницким уровнем, который я прихватил с собой. 9Это означало, что надо было останавливать экскаватор, спускаться из кабины, делать необходимые замеры и снова забираться назад. 9При обычных условиях в этом не было бы ничего трудного, но к полуночи мое тело начало цепенеть, и при каждом движении по мышцам и костям проносился всплеск боли. 9Больше всего болела спина, я уже пришел к выводу, что с ней случилось что-то серьезное. 9Но этим, как и всем остальным, придется заняться позже и в другом месте. 1Если бы мне требовалось вырыть яму длиной в сорок два фута, а глубиной и шириной по пять футов, то задача была бы действительно неосуществимой, 0работай я с помощью экскаватора или без него. 9В этом случае мой план мести вполне мог предполагать заброску Дадана в космическое пространство или обрушение на него Тадж-Махала. 9Общий объем извлеченного грунта составил бы более тысячи кубических футов. 1- Но тебе понадобится ловушка, напоминающая формы воронку, которая засосет в себя твоих вредных инопланетян, — пояснил мой друг-математик, — 9и потому тебе придется вырыть наклонную плоскость, очень напоминающую дугу снижения. 9Он взял еще один лист миллиметровки и сделал набросок. 9- Это означает, что твои инопланетные преступники, или кого они там представляют, 9должны будут удалить всего половину первоначально рассчитанного грунта. 9В этом случае... 9- Он принялся писать на листке и широко улыбнулся. 9- Пятьсот двадцать пять кубических футов. 9Сущая чепуха. 9Такую под силу одному человеку. 9Тогда я поверил ему, но ведь я не принимал во внимание жару. мозоли. усталость. неимоверную боль в спине. 9Сделаем на минуту перерыв, но только на минуту. 9Проверим правильность уклона траншеи. 9Все не так плохо, как тебе казалось, милый, правда? 9- Слышал я голос Элизабет. 9По крайней мере это дорожное покрытие, а не выжженное солнцем глина пустыни. 9Теперь, когда глубина возросла, я двигался вдоль края могилы не так быстро. 8Руки мои кровоточили. 8Я бросал ковш на дно траншеи, тянул на себя рычаг, опускающий стрелу, и толкал вперед рычаг, выводящий вперед арматуру ковша с пронзительным гидравлическим визгом. 8Следил за тем, как блестящий от масла металлический стержень выдвигался из грязной оранжевой трубы, вдавливая ковш в глину. 9Нередко ковш натыкался на кусок ремня, и тогда вспыхивала искра. 9Затем я поднимал ковш, поворачивал его, темный продолговатый предмет на фоне звезд, и одновременно пытался не обращать внимания на постоянную боль в шее, 9точно так же, как старался не замечать еще более острые боли в спине, , и вываливал грунт в кювет, покрывая им уже находящиеся там асфальтовые квадраты. 9Не обращай на все это внимания, милый, , после того как все будет кончено, и тебе станет легче. 9Главное, разделаться с ним, подбадривал меня голос Элизабет. 9- Ее разорвало на куски, , прохрипел я и перевел ковш обратно в траншею, чтобы забрать еще двести фунтов глины и гравий из могилы Додана. 9Как быстро идет время, когда увлечешься делом! 8******. 8Через несколько мгновений после того, как стали заметны первые проблески света на востоке, я спустился из кабины, 9чтобы еще раз замерить уклон траншеи плотницким уровнем. 9Работа близилась к концу. 9Я уже начал думать, что сумею справиться. 9Встал на колени и почувствовал, как во что-то с тупым тихим звуком хрустнуло в позвоночнике. 9У меня из горла вырвался хриплый стон, и я свалился боком на узкий наклонный спуск траншеи. 9Я лежал, сжав зубы и прижимая руки к пояснице. 9Понемногу боль слегка утихла, и мне удалось встать. 0- Ну вот, – подумал я. 1- Все кончено. 9Я сделал все, что мог, но теперь все кончено. 1Прошу тебя, милый, послышался шепот Элизабет Бет, каким бы невероятным это ни показалось мне некоторое время назад, 9теперь этот шепчущий голос начал пробуждать во мне неприятные чувства, в нем слышалась чудовищная безжалостность, непреклонность. 9Пожалуйста, не бросай работу. 1Прошу тебя, продолжай. 6Продолжать рыть траншею. 9Я не знаю, смогу ли даже идти. 9Но ведь осталось так мало! – послышалось стинание. 9Это уже не был голос, говорящий за Элизабет Бет, как раньше, это была сама Элизабет Бет. 9Осталось так мало, милый. 9В надвигающемся рассвете я посмотрел на траншею и медленно кивнул. 9Она права. 9Экскаватор стоял всего в пяти футах от конца, может быть, в семи. 9Но это была самая глубокая часть траншеи, конечно. 9Пять или семь футов, где находился наибольший объем грунта. 9Ты сможешь сделать это, милый, я знаю, что сможешь, умоляюще звучал голос. 9Но убедил меня продолжать работу не он. 9Решающим для меня стал образ Додана, спящего в своей роскошной квартире на верхнем этаже небоскреба, тогда как я находился здесь, в этой траншее, 9рядом с грохочущим, изрыгающим вонючий дым экскаватором, весь в грязи, с изранеными руками, кровоточащими мозолями. 9Долан спит в своих шелковых пижамных брюках, а рядом с ним одна из блондинок в его пижамной куртке. 9Внизу, в ограженном стеклом помещении гаража, стоит серебристо-серый, кадиллак, заправленный, с уже погруженными вещами, готовый к поездке. 9- Ну хорошо, – пробормотал я, медленно взобрался в кабину экскаватора, опустился в кресло и нажал на газ. 9Я продолжал работать до девяти утра, а потом кончил, нужно было предпринять еще кое-что, а времени оставалось так мало. 9Моя наклонная траншея вытянулась на сорок футов. 9Этого должно было хватить. 1Я отогнал экскаватор на прежнее место и оставил там. 9Он мне еще понадобится, и для этого придется отлить дополнительное количество топлива, но сейчас на это времени не было. 9Мне был нужен Эмперия, а во флакончике его оставалось так мало, нужно, чтобы таблеток хватило на сегодняшний вечер. 9И на завтра. 9А да, на завтра, на славный праздник независимости, четвертая июля. 9Взамен Эмперина я передохнул минут пятнадцать. 9Я не мог позволить себе этого, но заставил себя. 9Растянувшись внутри фургона, мышцы мои при этом вздрагивали и дергались, – я думал о Долане. 9Сейчас он перед самым отъездом упаковывает вещи, кладет в свой кейс деловые бумаги, которые будет просматривать в пути, туалетные принадлежности, 1может быть, книгу или колоду карт. 9А вдруг на этот раз он решит лететь? 4…послышался внутри меня зловредный шепот, и я не смог удержаться, из губ моих вырвался стон. 9Никогда раньше он не летал в Лос-Анджелес, всегда пользовался «кадиллоком». 9Мне казалось, что он просто не любит летать. 9Правда, иногда ему приходилось путешествовать самолетом, однажды он летал в Лондон, – и мысль о том, что он может полететь, 9неотступно билась в моем мозгу, не покидая меня ни на мгновение, словно зуд. 4Воловине десятого я достал из фургона большой рулон брезента, аппарат, сшивающий проволокой, и деревянные планки. 9Стало облачно и чуть прохладнее, иногда Бог приходит на помощь. 9До этого момента я забыл о своей голове, потому что все остальное болело у меня намного больше, 9но теперь я коснулся ее пальцами и тут же с невольным стоном одернул руку. 9- Я подошел к зеркалу на пассажирской стороне фургона и посмотрел в него, лысина была ярко-красная, покрытая пузырями. 9В Лас-Вегасе Долон делал последние звонки, готовясь к отъезду. 9Водитель наверняка уже подал, Кадиллак. 9Между ним и мной оставалось всего семьдесят пять миль, и скоро, Кадиллак, начнет сокращать это расстояние со скоростью шестьдесят миль в час. 9У меня не было времени стоять и оплакивать лысину, обожженную солнцем. 9Мне нравится твоя загорелая макушка, милый, послышался рядом голос Элизабет. 0- ...спасибо, Бет, сказал я и начал раскладывать деревянные планки поперек траншеи. 5По сравнению с прошлым днем работа была легкой. 9Почти невыносимая боль в спине превратилась в тупой, ссаднище и жар. 9Но что ты будешь делать потом? 9- звучал в голове насмешливый голос. 9Что будет потом, а? 9Потом все решится само собой, вот и все. 9Мне начинало казаться, что ловушка будет выглядеть как следует, а это было самым главным. 9Деревянные планки перекрывали траншею таким образом, что позволяли мне надежно закрепить их по сторонам в асфальте, по бокам траншеи. 9Такую работу было бы труднее делать ночью, когда асфальт становился твердым, но сейчас, поздним утром, он размягчился, и мне казалось, 9что я втыкаю карандаши в остывающий ячменный сахар. 8Когда все планки были на месте, траншея стала походить на мою первоначальную диаграмму, начерченную мелом на асфальте, 9за исключением центральной линии. 9Я положил рулон брезента у той части, где помельче, и развязал стягивающие его веревки. 9Затем начал раскатывать сорок два фута . 6Если смотреть вблизи, иллюзия была далеко не идеальной, подобно сценическому гриму и декорациям, 0которые никогда не выглядят идеальными из первых трех рядов. 9Но стоило отойти на несколько ярдов, и брезент полностью сливался с дорожным покрытием. 9Это была темно-серая полоса, ничем не отличающаяся от действительного покрытия шоссе-71. 9С краю, слева, если смотреть на запад, на брезентовой полосе была нанесена прерывистая желтая линия, разрешающая обгон. 9Я раскатал длинную полосу брезента по деревянным планкам, прошел вдоль нее, поправил и еще раз прошел вдоль, 9прикрепляя брезент к деревянным полоскам-проволочным шивателем. 9Мне трудно было заставить руки исполнять эту работу, но я заставил их. 9Когда брезент был закреплен, я вернулся к фургону, сел за руль, испытав при этом еще один короткий, но мучительный спазм, и проехал к вершине подъема. 9Там я сидел целую минуту, глядя на свои изуродованные руки, лежащие на коленях. 9Затем я вышел из машины и небрежным взглядом окинул полотно шоссе-71. 8Мне не хотелось обращать внимания на конкретные детали, нет, мне хотелось получить общее впечатление. 8Я стремился, насколько это возможно, запечатлеть в памяти картину, какую ее увидят доланные его спутники, выехав на вершину подъема. 9Мне хотелось убедиться, насколько она естественна. 9То, что я увидел, было лучше того, на что я мог рассчитывать. 1Дорожные машины, выстроившиеся вдоль обочины на дальнем конце прямого отрезка, дополняли кучей грунта, вываленной мной в кювет, когда я копал траншею. 9Куски асфальта были почти скрыты грунтом, хотя порой и высовывались. 1Усиливавшийся ветер сдувал с них грунт, однако они казались остатками прежних работ. 9Компрессор, который я привез в своем, фургоне, ничем не отличался от дорожных машин. 9Если смотреть отсюда, иллюзия была полной, шоссе казалось совершенно нетронутым. 9Транспортный поток был особенно напряженным в пятницу, в субботу он чуть пал, гул автомобилей, сворачивающих в объезд, почти не стихал. 9Однако этим утром шума моторов совсем не было слышно. 9Большинство автомобилистов уже приехали туда, где собирались проводить четвертые июля, или воспользовались другим шоссе в сорока милях к югу. 9Меня это вполне устраивало. 9Я поставил фургон в стороне, за вершиной холма, и повалялся в нем на животе до бесчетверти одиннадцать. 9Затем, когда большой молоковоз медленно и неуклюже въехал на объездную дорогу, я подал фургон задом, открыл двери и побросал внутрь все ярко окрашенные конусы, 2перегораживающие шоссе. 1Справиться с мигающей стрелкой оказалось гораздо труднее. 8Сначала я не мог догадаться, как отсоединить ее от запертого стального ящика с аккумуляторами внутри, не подвергаясь опасности погибнуть от электрошока. 9Затем я увидел вилку, подсоединенную к розетке. 9Она была спрятана под кольцом из жесткой резины, страховка, судя по всему, от шутников, которые могут решить, 9что будет весьма забавно выдернуть вилку и отключить стрелку, указывающую направление объезда. 9Я достал из своего инструментального ящика молоток и стамеску, и четырех резких ударов оказалось достаточно, чтобы сбить резиновое кольцо. 9Плоскогубцами я сорвал его и выдернул кабель. 2Стрелка перестала мигать и потухла. 9Я столкнул ящик с аккумуляторами в кювет и засыпал его песком. 9Было как-то странно стоять и слушать жужжание под слоем грунта. 9Но это напомнило мне о Долане, и я рассмеялся. 9Долан вряд ли станет жужжать. 9Он может кричать и просить о пощаде, но жужжать он не будет. 9Стрелка была прикреплена к стойке четырьмя болтами. 9Я ослабил их, стараясь работать как можно быстрее, все время прислушиваясь к шуму мотора. 9Прошло достаточно времени, и можно было ждать еще один автомобиль, но пока не, Кадиллак, да дано, это уж точно. 9И тут снова заговорил мой внутренний пессимист. 9Что, если он решит все-таки лететь? 9Но он не любит летать на самолете. 9Ну а если он поедет, но другой дорогой? 9Например, по магистральному шоссе. 9Сегодня все. 9Он всегда ездит по семьдесят первому. 9Да, но вдруг... 9- Заткнись, – прошептал я. 9- Заткнись, черт тебя побери, закрой свой уговенный рот. 9Успокойся, милый, успокойся. 9Все будет в порядке, – услышал я голос Элизабет. 1Я отнес стрелку в фургон. 9Она ударилась о борт, и несколько лампочек разбилось. 8Остальные лопнули, когда я бросил на нее стальную стойку. 8Покончив с этим, я снова въехал на подъем и остановился на вершине, чтобы оглядеться вокруг. 1Я убрал стрелку и аварийные конусы, остался только большой оранжевый знак, предупреждающий, – дорога закрой. 9Пользуйтесь объездным путем. 3Я услышал шум приближающегося автомобиля. 9И тут мне пришла в голову мысль, что если Долан приедет слишком рано, все мои усилия пойдут прахом, бандит, сидящий за рулем, 9просто свернет в объезд, оставив меня сходить с ума в пустыне. 9Но приближался, Шевроле. 9Мое сердце успокоилось, и я глубоко, с дрожью вздохнул. 9Но нервничать сейчас, непозволительная роскошь. 9Я вернулся на то место, где останавливался, чтобы оценить мой камуфляж. 9Протянув руку, я покопался в куче всякого барахла и достал домкрат. 9Напрягая все силы, не обращая внимания на горящую от боли спину, я поднял заднее колесо фургона, ослабил на нем гайки. 1Они увидят его, когда? 6- Если, приеду. 8И я забросил колесо внутрь фургона, услышав звон бьющегося стекла и надеясь, что покрышка останется целой. 9Запаски у меня не было. 1Подойдя к капоту, я достал свой старый бинокль и направился обратно, в сторону объездной дороги. 9Миновал ее и поднялся на вершину следующей возвышенности, стараясь двигаться как можно быстрее. 9Лучшее, на что я оказался способен, был старческий бег трусцой. 1Поднявшись на возвышенность, я направил бинокль на восток. 9Передо мной открылось трехмильное поле видимости, а позади него еще отрезки шоссе на протяжении пары миль. 9Сейчас по нему двигалось шесть автомобилей, вытянувшихся подобно бусинкам, нанизанным на длинную нитку. 9Первой, меньше чем в миле от меня, ехала какая-то иностранная марка… 9Доотсун, или… Субару. 9Далее следовал пикап, за ним, машина, похожая на… мустанг. 7Остальные автомобили обозначались всего лишь отблесками солнечных лучей на хроме и стекле. 9Когда ко мне приблизился первый автомобиль, это был… Субару, я встал и вытянул руку с поднятым вверх большим пальцем. 0Отдавая должное своему внешнему виду, я не рассчитывал, что меня подвезут, и не был разочарован. 7Сидящая за рулем женщина с изысканной прической, бросив на меня взгляд, полный ужаса, тут же отвернулась, и машина исчезла, 9скользнув вниз по склону и направилась в объезд. 9- Сначала умося, приятель! 8- крикнул мне водитель пикапа полминуты спустя. 9- Мустанг, оказалось, открывал, эскорт, за ним последовал, племут, за… племутом,… 9- Винни-Балла, полный детишек, увлеченных дуракой подушками. 9Никаких признаков Додана. 9Я посмотрел на часы. 9Двадцать пять минут двенадцатого. 9Если… Кадиллак… по-появится, то очень скоро. 9Самое время. 9Стрелки моих часов медленно передвинулись. 9Без двадцати двенадцать, и все еще никаких признаков Додана. 9Мимо проехали новенький, форт, и катафалк, черный, как дождевая туча. 9Он не приедет. 9Отправился по магистральному шоссе. 8Или полетел самолетом. 9Нет. 9Приедет. 9Не приедет. 9Ты боялся, что он учует тебя, и он учуял. 1Вот почему изменил свой маршрут. 9Вдалеке солнечный луч блеснул на хромовой облицовке машины. 9Большой автомобиль. 9Похож на… Кадиллак. 9Я лежал на животе, упершись локтями в песок обочины, прижимая бинокль глазам. 9Автомобиль исчез за возвышенностью шоссе. 9Снова появился. 9Скрылся за поворотом. 9И выехал опять. 5Это действительно был… Кадиллак, но не серебристо-серый, а цвета темно-зеленой мяты. 9Далее последовали тридцать самых ужасных секунд в моей жизни, тридцать секунд, растянувшихся на тридцать лет, что-то в моем сознании ясно и 9бесповоротно заявила, что Долан поменял старый «Кадиллак» на новый. 1Разумеется, он делал это и раньше, и хотя еще ни разу не приобретал зеленого автомобиля, это отнюдь не запрещено законом. 9Другая половина моего рассудка настойчиво твердила, что по шоссе и дорогам, соединяющим Лас-Вегас и Лас-Анджелес, ездят десятки, нет, сотни, 9кадиллаков, и вероятность того, что этот «Зеленый» принадлежит Долану, не больше одной сотой. 9Глаза застилало потом, мешая смотреть, и я опустил бинокль. 9Он все равно ничем не сможет мне помочь. 9К тому времени, когда я увижу пассажиров, будет слишком поздно. 8Уже сейчас слишком поздно. 9Беги вниз и опрокинь знак объезда. 9Ты опустишь его. 9Давай-ка я скажу тебе, кто, окажется в твоей ловушке, если ты уберешь знак объезда, двое старых богатых людей, 9едущих в Лас-Анджелес повидаться с детьми и съездить с внуками в Диснейленд. 9Да нет же! 9Это он! 9Не упусти свой единственный шанс! 9Совершенно верно! 1Единственный шанс! 9Так что используй его и не поймай в ловушку невинных людей! 9Но это Долан! 9Нет, не он! 0- Прекратите, – застонал я, хватаясь за голову. 9- Прекратите, прекратите! 9Уже слышался шум мотора. 9Долан! 9Старики! 9Дама за рулем! 9Тигр! 9Долан! 9Ста! 8- Элизабет Бет, помоги мне! 9- Простонал я. 1Милый, у него никогда, на протяжении всей жизни, не было зеленого, кадильока, прозвучал словно по заказу ее голос. 9И никогда не будет! 9Это не он! 9Головная боль прошла. 9Я заставил себя встать, вытянуть руку с поднятым вверх большим пальцем. 9В «Кадиллаке» не было стариков, не было там и Додана. 9В машину втиснулась с дюжину харисток из Лас-Вегаса и преклонных лет плейбой в самой большой ковбойской шляпе и сеемых темных очках, 8которые я когда-либо видел. 9Одна из харисток окинула бы меня равнодушным взглядом, и «Кадиллак», хрустнув шинами по гравию, свернул на объездную дорогу. 9Медленно, чувствуя себя до предела измученным, я снова поднял бинокль. 9И увидел его. 9Невозможно было ошибиться в «Кадиллаке», показавшемся на дальнем конце прямого трехмильного отрезка, 9он был серебристо-серым, как небо над головой, но выделялся с поразительной четкостью на фоне темно-коричневых холмов на востоке. 9Это был он, Долан. 9В одно мгновение исчезли сомнения и нерешительность. 9Теперь они казались далекими и глупыми. 1Это был Долан, и мне не нужно было видеть серебристо-серый «Кадиллак», чтобы понять это. 9Я не знал, доходит ли до него мой запах, но его запах я чувствовал. 0 Звездочка-звездочка-звездочка. 9Теперь, когда я знал, что он приближается, мне стало легче передвигать усталые ноги. 9Я вернулся к огромному знаку, объезд, и опрокинул его в кювет надписью вниз, накрыл брезентом песочного цвета и засыпал пригоршнями песка круг, 9на который он опирался. 8Общее впечатление не было столь идеальным, как поддельная полоса шоссе, но мне казалось, сойдет и так. 8Теперь я подбежал к следующей возвышенности, на которой оставил фургон, представлявшая сейчас собой еще одну декорацию, машина, 9временно брошенная владельцем, который ушел то ли за новой покрышкой, то ли отремонтировать старую. 9Я забрался в кабины фургона и улегся на сиденье, чувствуя, как колотится сердце. 9И снова потянулось время. 9Я лежал, прислушиваясь к шуму приближающегося автомобиля, а его все не было, и не было, и не было. 9Они свернули. 9Долан в последний момент почуял ловушку. 9Или что-то показалось подозрительным ему или кому-то из его людей. 1И они свернули. 9Я лежал на сиденье, спина моя горела от нестерпимой боли, глаза крепко зажмурены, словно это позволяло мне лучше слышать. 9Это звук мотора. 9Нет, всего лишь ветер, задувавший теперь с такой силой, что горсти песка летели в борт фургона. 9Нет, не приеду. 9Свернули в объезд или поехали обратно. 9Всего лишь ветер. 9Свернули в объезд или... нет, это не просто ветер, это был шум мотора. 9Его звук нарастал, и через несколько секунд автомобиль, один-единственный автомобиль, промчался мимо меня. 9Я сел и схватился руками за руль, мне нужно было держаться за что-то, и глядел вперед через ветровое стекло выпученными глазами, прикусив язык. 9Серебристо-серый, Кадиллак, плавно скользил по склону, приближаясь к ровной поверхности шоссе со скоростью пятьдесят миль в час или чуть 9быстрее. 9У, Кадиллака, даже не вспыхнули тормозные огни. 9Они не почуяли ловушки. 9У них не возникло ни малейшего сомнения до самого конца. 5Произошло следующее, внезапно, Кадиллак, поехал не по поверхности шоссе, а углубляясь в него. 9Иллюзия асфальтового покрытия была настолько убедительна, что у меня закружилась голова, хотя я сам создал эту иллюзию. 9Сначала, Кадиллак, доданно погрузился до середины колес, затем до уровня дверей. 9Мне пришла в голову причудливая мысль, если, Дженерао Мотори, захочет выпускать роскошные подводные лодки, при погружении они будут выглядеть именно так. 9До меня доносился хруст ломающихся деревянных реек, поддерживающих брезент. 9И я услышал треск рвущегося брезента. 2Все это длилось меньше трех секунд, но эти три секунды я запомню на всю жизнь. 9У меня создалось впечатление, что от, Кадиллака, над поверхностью шоссе остались только крыши и пара дюймов поляризованных стекол. 9Затем послышался громкий тупой удар, звук бьющегося стекла и сминаемого металла. 9В воздух поднялось облако пыли, которое порывом ветра унесло вдаль. 9Мне хотелось скорее пойти к этому месту, но сначала нужно было привести в порядок знаки, указывающие на объезд. 9Мне не хотелось, чтобы нас прерывали. 9Я вышел из фургона, достал снятое колесо, поставил его на прежнее место и вручную затянул все шесть гаек. 9Я затяну их тоже потом, пока мне нужно было всего лишь подъехать к тому месту, где начинается объезд. 9Трясущимися руками я выдернул домкрат и рысцой подбежал к задним дверям фургона. 9Остановился и прислушался, наклонив голову. 9Я слышал вой ветра. 9А из длинной продолговатой юмы на дороге доносились крики. 9Или, может быть, стоны. 1Я быстро вывел фургон на дорогу. 9Снова вылез, открыл задние дверцы и достал яркие дорожные конусы. 9И постоянно прислушивался, не приближается ли какая еще машина, но ветер был слишком силен. 9К тому моменту, когда я услышу приближающийся автомобиль, он будет уже рядом. 9Я соскользнул в кювет, проехал вниз на заднице и остановился на самом дне. 9Здесь я сдернул кусок брезента с большого знака, объезд, с трудом выволок его на дорогу и установил на место. 9Потом подошел к фургону и захлопнул дверцы. 9Устанавливать на место стрелку и подключать ее к аккумулятору у меня не было ни малейшего желания. 9Далее я переехал на противоположную сторону возвышенности, остановился вне пределов видимости объезда и как следует закрепил гайки на колесе. 9Отдельные крики теперь прекратились, зато неумолкающие вопли стали гораздо громче. 9Я не пешил, затягивая гайки. 9Меня ничуть не беспокоило, что они могут выбраться из «Кадиллака» и напасть на меня или просто убежать в пустыню, потому что выбраться из автомобиля они не могли. 9Ловушка сработала идеально. 9Кадиллак, стоял сейчас на колесах в дальней части траншеи, причем дверцы с каждой стороны упирались в стены вырытой могилы. 9Трое мужчин, нисходящихся внутри, не могли открыть их даже для того, чтобы высунуть ногу. 9Не могли они опустить и стекла в окнах, потому что стекла опускались помощью электрических стеклоподъемников, а аккумуляторная батарея превратилась в кучу 9металла и пластика, смоченную кислотой, где-то рядом с расплющенным двигателем. 9Водитель и телохранитель, сидящий с ним рядом, на переднем сиденье, тоже, по-видимому, оказались раздавлены силой удара, но это меня не касалось. 9Я знал, что кто-то все еще жив в машине, равно как мне было известно, что Долан всегда ездил на заднем сиденье и аккуратно пристегивал ремень, 9как и полагается добропорядочному гражданину. 5Надежно затянув гайки на колесе, я направил фургон к широкой мелкой части траншеи и вышел из кабины. 9Деревянные планки большей частью сломались, остальные торчали из асфальта. 9Брезентовая, дорога, комом лежала на дне траншеи, смятая, разорванная и спутанная, похожая на сброшенную змеиную кожу. 5Я подошел к глубокому концу траншеи и увидел, Кадиллак, Додана. 8Капот его был полностью смят. 9Он превратился в гармошку и вдавился в салон. 9Беспорядочная куча металла, резины, шлангов, все это было покрыто песком и глиной, осыпавшимися сверху в момент удара. 9Слышался шипящий звук, стекала и капала какая-то жидкость. 9В воздухе ощущался ледяной алкогольный запах антифреза. 9Меня беспокоило ветровое стекло. 9Нельзя было исключить вероятность того, что оно разобьется и долон получит возможность выбраться из машины. 9Впрочем, шанс был невелик. 9Я уже говорил, что автомобили дела настроились в соответствии с требованиями диктаторов и военных деспотов, поэтому ветровое стекло не должно было разбиться, 9и оно не разбилось. 5Заднее стекло, Кадиллака, было еще прочнее, поскольку его площадь меньше. 9Долон не мог разбить его, по крайней мере не за то время, которое я намеревался ему дать, и он не решится стрелять в стекло. 9Стрельба в пуле и непробиваемое стекло является вариантом русской рулетки. 9Пуля оставляет на стекле всего лишь маленькую белую царапину и отлетает рикошетом внутрь машины. 2Я не сомневался, что он сумел бы выбраться из 9Кадиллака, окажись в его распоряжении достаточно времени, но я находился рядом и не собирался предоставить ему эту возможность. 9Я поддал кучу грунта ногой, и на крыше автомобиля посыпался песчаный дождь. 4Реакция была немедленной. 9- Нам нужна помощь, пожалуйста. 9Мы застряли. 6Голос Додана. 9Он не пострадал, и голос звучал как-то до жути спокойно. 9Но я чувствовал, что под внешним спокойствием скрывается страх и только силой воли он держит себя под контролем. 8Мне едва не стало жаль его, сидит на заднем сиденье сдвинувшегося вперед салона, один из его людей пострадавал и стонет, а другой либо мертв, 2либо без сознания. 9Меня на мгновение охватило какое-то странное чувство сопереживания. 9Нажимает на кнопки дверей, ничего. 9Пытается опустить стекла, тщетно. 9Затем я остановил себя, ведь он попал сюда по собственной вине, не так ли? 9Да. 6Он купил билет и заплатил за него сполна. 9- Кто там? 9- Это я, но я не намерен оказывать вам помощь, которой вы ждете. 9Я снова поддал ногой кучу земли, и на крыше серебристо-серого, кадилекой, опять посыпался дождь песка и гравия. 9- Мои ноги! 9Джим, мои ноги! 9Голос деланно внезапно стал осторожным. 9Человек, что стоял снаружи, возле траншеи, знал его имя. 9Это создало исключительно опасную ситуацию. 9- Джимми, я вижу кости, они торчат из моих ног. 9- Заткнись, – холодно бросил Доллан. 9Голоса, доносящиеся из-под земли, звучали как-то жутко. 9Пожалуй, я мог бы спуститься на крышу, кадилека, сойти на багажник попытаться заглянуть внутрь через заднее окно. 9Нет, вряд ли мне удастся рассмотреть что-то, даже если я прижму лицо к стеклу. 1Как я уже говорил, стекла были поляризованными. 9К тому же мне не хотелось видеть его. 1Я знал, как он выглядит. 8Зачем мне на него смотреть? 6Выяснить, одет ли он сшитый на заказ джинсы и носит ли свой… ролекс. 9- Кто ты, приятель? – спросил он. 9- Я, никто, – ответил я. 9- Никто с вескими основаниями закопать тебя в могилу, где ты сейчас и находишься. 9И тут со странной, сверхъестественной проницательностью Доллан спросил, 9- Тебя зовут Робинсон? 1Мне показалось, что кто-то со страшной силой ударил меня в живот. 1Он догадался неимоверно быстро, выловив из тысяч полузабытых фактов и лица именно те, что требовались. 1Разве я не считал его хищником со всеми инстинктами животного? 9Но я не знал даже половины того, на что он способен, и это к лучшему, потому что в противном случае я не решился бы совершить то, что сделал. 9- Мое имя не имеет значения. 9Но ты ведь догадываешься, что сейчас произойдет с тобой, верно? 9Внутри, Кадиллиока, снова послышались ужасные булькающие вопли. 1- Вытащи меня отсюда, Джимми! 9И вытащи! 1Ради бога! 9У меня сломаны ноги! 9- Заткнись, – повторил Доллан и произнес, обращаясь теперь ко мне, – я не слышу тебя, он так громко кричит! 9Я встала на четвереньки и наклонился над крышей автомобиля. 9- Я сказал, ты догадываешься, что сейчас. 1Внезапно в моем воображении промелькнул образ волка, одетого в костюм бабушки и говорящего красной шапочке, 8это чтобы лучше видеть тебя, милая, подойди немного поближе. 1Я откинулся назад как раз вовремя. 9Револьвер выстрелил четыре раза. 9Звуки выстрелов были громкими даже снаружи, где я находился. 9А внутри машины они наверняка звучали оглушительно. 9Четыре черных глаза открылись на крыше, кодили око, додана, и я почувствовал, как что-то пронеслось в дюйме от моего лба. 9- Ну что, я прикончил тебя, ублюдок? 9- спросил Доллан. 0- Нет. 6Вопли перешли в стоны. 9Раненый сидел на переднем сиденье. 9Я видел его руки, бледные, как у утопленника, слабыми движениями царапающее ветровое стекло, искорчившееся рядом неподвижное тело водителя. 9Джимми должен спасти его, он истекает кровью, ему больно, боль такая ужасная, он не может выдержать ее, пусть всемилостивый Господь простит ему все 9грехи, но даже это... 9Послышались еще два громких выстрела, и стоны прекратились. 8Руки отвалились от ветрового стекла. 9- Ну вот, – произнес Доллан голосом, который был почти задумчивым. 8- Больше у него ничего не болит, и мы можем спокойно разговаривать. 1Я промолчал. 2Внезапно у меня закружилась голова, и я почувствовал себя в каком-то другом мире. 9Он только что убил человека. 9Убил. 9Ко мне вернулось ощущение, что я недооценил его. 9Несмотря на все предпринятые мной меры предосторожности, мне повезло, что я остался жив. 5- Я хочу сделать тебе предложение, – сказал Доллан. 1Я молчал. 5- Эй, приятель! 0- И продолжал молчать. 8- Эй, ты! 8- Его голос начал дрожать. 8- Если ты все еще там, говори со мной. 9Неужели это так трудно? 9- Я здесь, – ответил я. 6- Мне только что пришла в голову мысль, что ты выстрелил шесть раз. 9Я думал, что ты сбережешь одну пулю для себя, скоро она понадобится тебе. 0Впрочем, в магазине может быть восемь патронов или у тебя есть запасная обойма. 8Теперь замолчал он. 9Затем послышалось, – что ты хочешь со мной сделать? 3- Думаю, ты уже догадался, – сказал я. 9- Я потратил тридцать шесть часов на то, чтобы вырыть самую длинную в мире могилу, и теперь я собираюсь похоронить тебя в этом проклятом, 9кадильнике. 9Он все еще держал под контролем страх, казалось, вот-вот зазвучащий в его голосе. 7Мне хотелось, чтобы контроль был снят. 7- Так ты хочешь выслушать сначала мое предложение? 0- Выслушаю. 0Через несколько секунд. 9Сейчас мне нужно кое-что принести. 9Я вернулся к фургону и захватил лопату. 0- Когда я подошел к траншее, он повторял, – Робинсон? Робинсон? 8Словно человек, говорящий в молчащий телефон. 8- Я здесь, – сказал я. 5- Давай говори. 7Я выслушаю тебя. 6А когда кончишь, у меня может возникнуть встречное предложение. 9Когда он заговорил, голос его стал более оживленным. 9Если я упомянул о встречном предложении, значит, речь идет о компромиссе. 8А если я заговорил о компромиссе, то он, считай, уже наполовину выбрался из могилы. 8- Я предлагаю тебе миллион долларов за то, чтобы ты вытащил меня отсюда. 9Но не менее важно. 9Я швырнул на крышу багажника полную лопату песка с гравием. 9Камни застучали по заднему окну. 9Песок посыпался в щель на крышке багажника. 9- Что ты делаешь? 9- В его голосе звучала тревога. 9- Лень, мать всех пороков, – заметил я. 9- Вот и решил заниматься делом, пока слушаю. 9Я захватил еще лопату песка и высыпал его на багажник. 9Теперь Долон говорил быстрее, и голос звучал более настойчиво. 9- Миллион долларов и моя личная гарантия, что никто тебя и пальцем не тронет. 9Ни я, ни мои люди, никто. 9Руки у меня перестали болеть. 9Просто поразительно, хотя я непрерывно работал лопатой. 0Прошло не больше пяти минут, и задняя часть, кадильока, была засыпана вровень с дорогой. 9Засыпать яму, даже работая вручную, куда легче, чем рыть ее. 9Я сделал передышку и оперся на лопату. 9- Продолжай, чего замолчал. 9- Слушай, это безумие, – сказал он, и теперь я услышал в его голосе панические нотки. 9- Я хочу сказать, ты сошел с ума. 8- В этом ты совершенно прав, – согласился я и принялся ритмично работать лопатой. 9Он продержался дольше, чем мог, по моему мнению, продержаться любой другой, – уговаривал, умолял, просил, взывал к разуму. 1И все-таки его речь становилась все более беспорядочной и бессвязной, по мере того как новые порции грунта сыпались на крышу, кадильока. 9Один раз открылась задняя дверца и уперлась в земляную стену траншеи. 8Я увидел, как показалась волосатая кисть с большим перстнем и рубином на безымянном пальце. 9И тут же высыпал туда четыре полные лопаты грунта. 9Послышались ругательства, и дверца захлопнулась. 9Вскоре после этого он сломался окончательно. 9Думаю, его доконали звуки непрерывно сыпавшегося на крышу автомобиля грунта. 9Да, конечно. 1Шум сыплющейся земли отдавался внутри, кадильока, очень громко. 9Песок и гравий падали на крышу машины и сыпались вдоль бортов. 2Долан понял наконец, что он сидит в восьмицилиндровом, обитом бархатом гробу с электронным зажиганием. 9- Вытащи меня отсюда! 9- завопил он. 9- Прошу тебя! 9Я сойду с ума! 9- Вытащи меня! 9- Ты готов выслушать встречное предложение? 9- спросил я. 0- Да! 9- Да! 9Боже мой! 9Конечно, готов! 9- Тогда кричи! 9Это и есть мое встречное предложение! 9Мне нужно, чтобы ты кричал. 9Если будешь кричать достаточно громко, я тебя выпущу! 9Долан пронзительно завопил. 1- Очень хорошо! 5- отозвался я без тени иронии. 9- Но все-таки недостаточно! 9Я снова принялся копать, бросая лопату за лопатой на крышу, кодилека. 9Рассыпающиеся комки глины скатывались по ветровому стеклу, заполняя щель, отведенную для дворников. 9Он закричал снова, еще громче, и мне пришла в голову мысль, а может ли человек кричать так громко, что у него лапнет собственная гортань? 9- Совсем неплохо! 5- заметил я, удваивая свои усилия. 9Несмотря на разрывающуюся от боли спину, я улыбался. 9- Ты добьешься своего, Долан, определенно добьешься! 0- Пять миллионов! 0- Это были его последние слова, которые можно было разобрать. 9- Думаю, мало, – ответил я, опершись на ручку лопатой и вытирая пот с лица тыльной стороной грязной ладони. 9Теперь крыша автомобиля была почти засыпана грунтом. 9Казалось, больше коричневая рука стискивает, Кадиллак, Делана. 8- Вот если ты завопишь так, чтобы перекрыть взрыв восьми динамитных шашек, заложенных в «Шевроле» 1968 года выпуска, 9тогда я выпущу тебя. 1Можешь на это рассчитывать! 9И он закричал, а я продолжал сыпать грунт на «Кадиллак». 9Некоторое время он действительно кричал очень громко, хотя, по моему мнению, ни разу не превзошел уровень шума при взрыве двух динамитных шашек, 9прикрепленных к системе зажигания «Шевроле» 1968 года выпуска. 9Или самые большие, трех. 9К тому времени, когда вся крыша, Кадиллака, была покрыта грунтом и остановился, чтобы взглянуть на кучу песка и гравия в длинные ями, 9из машины доносились только отрывистые бессвязные хрипы. 9Я посмотрел на часы. 9Чуть больше часа дня. 5Мои руки снова кровоточили, и ручка лопаты была скользкой. 0Облако песчаной пыли ударило мне в лицо, и я попятился назад. 0От сильного ветра в пустыне возникает очень неприятный звук, непрерывный равномерный гул, который шумит и шумит, не прекращаясь. 9Он напоминает голос безумного призрака. 9Я склонился над траншей. 9- Долан? 9Молчание! 9- Кричи, Долан! 9Сначала никакого ответа, затем хриплый лай. 0Все в порядке. 8** Я вернулся к… фургону, завел его и проехал полторы мили к тому месту, где стояли дорожные машины. 9По пути я настроил приемник на местную станцию Лас-Вегаса, больше никаких станций этот приемник не брал. 9Барри Маниллоу сообщил мне, что написал песни, которые будет петь весь мир. 8Я встретил это заявление с долей скептицизма, а затем последовал прогноз погоды. 5Ожидался сильный ветер, на дорогах между Лас-Вегасом и границей Калифорнии находящихся в пути предупреждали об угрожающей опасности. 2Возможно резкое ухудшение видимости из облаков песка, добавил диск-жокей, но больше всего следует опасаться резкой смены ветров. 9Я знал, что он имеет в виду, потому что чувствовал, как порывы ветра раскачивают фургон. 9Я остановился у своего экскаватора, Кейс Джордан, , забрался в кабину, напевая песню Барри Маниллоу, и коснулся синим проводом желтого. 9Экскаватор сразу завелся. 9На этот раз я не забыл поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение. 9- А плохо, белый парень, , услышал я в своем воображении Голостенко. 9- Ты многому научился. 1Это верно. 9Я научился действительно многому. 9В течение минуты я сидел в кабине, следя за тем, как песчаная пелена скользит по поверхности пустыни, прислушиваясь к реву двигателя и думая о том, 9что предпримет Долан. 1У него остался в конце концов его единственный шанс. 9Он может попытаться выбить заднее стекло или перелезть через переднее кресло и рискнуть выбить ветровое. 9И на то, и на другое стекло я насыпал достаточно песка и гравий, но это все-таки было возможно. 9Все зависело от того, насколько он обезумел к этому моменту, а поскольку я ничего не знал на сей счет, то и раздумывать было бессмысленно. 8Следовало заниматься другими делами. 1Я включил скорость и двинул экскаватор обратно по шоссе к траншее. 9Остановившись рядом с ней, с беспокойством выскочил из кабины и посмотрел вниз, едва ли не рассчитывая увидеть нору человеческих размеров от 2переднего или заднего стекла, кодилека, если Долан сумел разбить стекло и выползти наружу. 9Но грунт, набросанный лопатой, был не тронут. 9- Долан, – произнес я, как мне показалось, достаточно добродушно. 9Ответа не последовало. 0- Долан! 0Тишина! 9Он застрелился, подумал я и почувствовал горькое разочарование. 0Убил себя, застрелился или умер от страха. 2- Долан? 9Из-под кучи песка донесся смех, звонкий, нескончаемый, совершенно искренний смех. 8Я почувствовал, как у меня по спине побежали мурашки. 8Это был смех человека, разум которого пошатнулся. 9Он смеялся и смеялся хриплым голосом. 9Затем издал пронзительный вопль и снова засмеялся. 9Наконец он стал смеяться и вопить одновременно. 9Некоторое время я смеялся вместе с ним, или вопил, или что там еще, а ветер смеялся и кричал вместе с нами. 9После этого я вернулся к… Кейс Джордану, опустил ковш и начал закапывать траншею по-настоящему. 9Спустя несколько минут исчезли даже очертания, Кодилиока. 1Это была лишь траншея, наполненная грунтом. 9Мне казалось, что я что-то слышу, но, поскольку ветер завывал, а мотор ревел, трудно было утверждать это наверняка. 9Я вышел из кабины и встал на колени, затем лег ничком, свесив голову в небольшое углубление, оставшееся от траншеи. 9Далеко внизу, под толстым слоем грунта, Долан все еще хохотал. 9До меня доносились звуки его безумного смеха. 9Похоже, он что-то еще. 9И говорил, но я не мог ничего разобрать. 9Я улыбнулся и кивнул. 9- Кричи, – прошептал я. 9- Кричи, если хочешь! 8- Но едва слышные звуки смеха продолжали пробиваться сквозь грунт подобный давитому газу. 9Внезапно меня охватил мрачный ужас, Долан стоит позади. 9Да, каким-то образом Долан сумел оказаться позади меня. 9И я еще не успею обернуться, как он столкнет меня в эту юму и... 9Я вскочил и повернулся, стиснув искалеченные руки в какие-то подобие кулаков. 9В лицо мне снова ударило песчаное облако, уносимое ветром. 9Больше здесь никого не было. 9Я вытер лицо грязным платком, влез в кабину экскаватора и продолжил работу. 9Траншея была наполнена грунтом задолго до заката. 9Несмотря на то, что часть песка унес ветер, остался даже лишний грунт. 2И не мудрено, – Кадиллак, занимал достаточно большой объем в песчаной могиле. 9Он исчез в ней быстро. 9Так быстро. 9Мысли, роившиеся у меня в голове, были бессвязными, запутанными и полубредовыми. 0Я повел экскаватор обратно по шоссе, прямо через то место, где закопал Додана. 9Потом поставил его на обычное место, взял рубашку и протер ею все металлические части в кабине, пытаясь стереть отпечатки пальцев. 9Не знаю, зачем я делал это, не знаю лажи до сегодняшнего дня, потому что я оставил отпечатки пальцев в сотне других мест. 9Затем в хмуром коричнево-сером мраке штормового заката я вернулся к фургону. 9Там я открыл одну из задних дверей и увидел скорчившуюся на полу фигуру Делана. 9Отшатнувшись назад, я с криком закрыл лицо руками. 9Казалось, сердце взорвется у меня в груди. 9Ничто, никто, не вышел из фургона. 9Дверь раскачивалась и билась на ветру подобно последней ставни дома, населенного привидениями. 9Наконец с бешено стучащим сердцем я заполз внутрь и осмотрелся. 9Внутри не было ничего, кроме вещей, которые я погрузил сюда раньше, стрелка-указатель с разбитыми лампочками, инструментальный ящик, домкрат. 9- Возьми себя в руки, – сказал я себе тихо. 9- Возьми себя в руки. 9Я ждал, что Элизабет скажет мне, ты молодец, милый. 8Теперь все в порядке? 9- Или что-то вроде этого. 9Но вокруг раздавалось только завывание ветра. 9Я сел в кабину фургона, включил двигатель и проехал половину расстояния до могилы. 9Ехать дальше я не мог. 8Я понимал, что это безумие, но меня все сильнее охватывала уверенность, что Делан прячется внутри… фургона. 9Я то и дело смотрел в зеркало заднего обзора, пытаясь разглядеть его тень. 1Ветер дует теперь сильнее раскачивал, фургон. 9Из пустыни неслись облака пыли и проплывали перед форами подобно дыму. 0Наконец я съехал на обочину, вышел из фургона и запер все двери. 9Я знал, что спать снаружи – безумие, но не мог заставить себя лечь внутри фургона. 9Не мог. 9Потому со своим спальным мешком забрался под машину. 9Через пять секунд после того, как я застегнул мешок, меня осморил сон. 9Когда я проснулся от кошмара, не помню. 9Руками я держался за горло, чувствуя, что меня хоронят заживо. 9В носу, в ушах, в горле был песок, душивший меня. 9Я закричал и попытался встать, приняв поначалу спальный мешок, не позволявший мне двигаться, за грунт, засыпавший меня. 9Ударившись головой о ржавое шасси, я увидел, как вниз посыпались чешуйки ржавчины. 9Я выкатился из-под фургона. 9Брежжил грязно-серый рассвет. 9Едва мое тело покинуло спальный мешок, как его унесло вдаль, словно перекати поля. 9Я удивленно вскрикнул и бросился следом, но тут же понял, что это будет роковой ошибкой. 9Видимость не превышала двадцати ярдов, а то и меньше. 9Местами дорога полностью исчезала под песчаными заносами. 9Я оглянулся на фургон и едва различил его, словно бледную копию или выцветшую фотографию старого города-призрака, сделанную сепией. 9Наклонившись навстречу ветру, я вернулся к фургону, нашел ключи и залез внутрь. 9Я все еще отплевывался от песка и содрогался от кашля. 0Включив мотор, я медленно поехал обратно. 8Я не стал включать радио и слушать прогноз погоды, погода была именно такой, о которой говорил вчера диск-жокей. 9Худший песчаный шторм в истории Невады. 9Все дороги закрыты, движение остановлено. 9Оставайтесь дома, если у вас нет критической необходимости покинуть его, но и тогда все равно оставайтесь дома. 9Словный праздник Дня Независимости, четвертая июля. 9Не выходи из фургона. 9Нужно быть сумасшедшим, чтобы работать в такую погоду. 9Несущийся песок ослепит тебя. 9Но у меня не было другого выхода. 9Передо мной открылась блестящая возможность навсегда спрятать следы происшедшего. 9Никогда даже в самых диких мечтах я не представлял себе этого, но такая возможность выдалась, и ею нужно воспользоваться. 9Я привез в фургоне три или четыре лишних одеяла. 9От одного оторвал длинную широкую полосу и обвязал ее вокруг головы. 9Затем, похоже на какого-то безумного бедуина, я вышел из фургона. 9…Все утро я перетаскивал куски асфальта из кювета и укладывал их на поверхность траншеи, стараясь быть таким же аккуратным, как каменщик, 9кладущий кирпичную стену. 9Или закладывающий нишу. 9Сама переноска кусков асфальта не представляла трудности, хотя большинству их приходилось вытаскивать из-под грунта, подобно тому как это делают археологи, 9ищущие остатки древней человеческой культуры. 9Каждые двадцать минут я вынужден был возвращаться к фургону, чтобы скрыться от обжигающего песка и дать отдых глазам. 9Работая, я продвигался на запад, начав от мелкой части траншеи. 8В четверть первого, я принялся за работу в шесть, достиг последних семнадцати футов. 9К этому времени ветер начал стихать и на небе появились первые голубые просветы. 8Я поднимал кусок за куском асфальт и укладывал его, поднимал и укладывал. 9И вот я оказался над тем местом, где, по моим расчетам, находился долон. 9Жив ли он еще? 9Сколько кубических футов воздуха содержится в «кадильнике»? 9Через какой срок в этом воздухе невозможно будет дышать, принимая во внимание, что два спутника Делана уже давно мертвы? 9Я встала на колени на голую землю. 9Ветер стер отпечатки гусениц, Кейс Джордана, но я все-таки мог разглядеть что-то, внизу под этими неясными отпечатками находился человек с золотым, 9ролексом, на запястье. 9- Долон, – произнес я добродушным голосом, – я передумал и решил выпустить тебя. 9Ничего. 1Полное молчание. 9На этот раз он был мертв, без сомнения. 9Я спустился в кювет, взял кусок асфальта, положил его на грунт и, когда начал вставать, уловил едва слышимый кудахтающий смех, 8просачивающийся сквозь землю. 9Я снова опустился на четвереньки и наклонил голову вперед, если бы у меня были волосы, сейчас они свисали бы на лицо. 5Оставался в таком положении некоторое время, прислушиваясь к его смеху. 9Звук был еле слышный и монотонный. 9Когда он прекратился, я принес еще один кусок асфальта. 9По нему пробегала извилистая желтая линия. 9Я наклонился, чтобы уложить его. 9- Ради бога! 8- донесся вопль Делана. 9- Ради бога, Робинсон! 9- Да, – улыбнулся я. 9- Ради бога! 8- Я положил кусок асфальта аккуратно рядом с соседним и, как ни прислушивался некоторое время, больше ничего не услышал. 0Я вернулся к себе домой в Лас-Вегас в одиннадцать вечера. 9Проспал шестнадцать часов, встал, прошел в кухню за кофе и там рухнул на пол, извиваясь в чудовищной судороге. 9Одной рукой я гладил поясницу, и другую сунул в рот, чтобы заглушить крики боли. 9Через какое-то время я дополз до ванной, попытался встать, но это вызывало лишь новую судорогу. 9Опираясь на умывальник, я сумел достать с полки еще один флакончик амапирина. 9Проглотил три таблетки и включил воду в ванне. 9Пока ванна наполнялась, я лежал на полу. 9Затем мне удалось выбраться из пижамы и залезть в ванну. 9Я провел там пять часов, главным образом в дремоте. 9Когда я выбрался из ванны, оказалось, что могу ходить. 4Немного. 8Я отправился к хиропрактику. 1Он осмотрел меня и сообщил, что у меня сдвинуты три диска и имеются серьезные повреждения в нижней части спины. 1Он поинтересовался, не принимал ли я участия в конкурсе цирковых силачей. 9Я ответил, что упал, когда копал землю у себя в саду. 9Он послал меня на операцию в Канзас-Сити. 9Я поехал. 6Мне сделали операцию. 1Когда анеэстезиолог закрыл мне лицо резиновой маской, я услышал смех Додана из шипящей темноты внутри и понял, что умру. 0Больничная палата была облицована нежно-зеленой плиткой. 9- Я все еще жив! 9- прохрипел я. 6Медсестра засмеялась. 8- Да, конечно! 9- ее рука коснулась моей лысины, которая заканчивалась у затылка. 9- Ну и загар у вас! 9Господи! 9Вам больно или вы все еще не пришли в себя после наркоза? 5- Все еще не пришел в себя, – ответил я. 1- Я говорил во время операции. 9- Да. 7Все внутри меня похолодело. 5- Что я говорил? 9- Здесь так темно, – говорили вы. 4- Выпустите меня отсюда! 1- И она рассмеялась. 9- Вот как, – сказал я. 0*****. 9Дела нет так никогда и не нашли. 9Все произошло из-за бури, этой неожиданно налетевшей песчаной бури. 9Я уверен, что знаю, как все это случилось, хотя по определенным причинам, они вам известны, не занимался проверкой. 5Помните, мы говорили о ремонте дорожного покрытия. 9Так вот, в этот момент на шоссе семьдесят один клалось новое дорожное покрытие. 9Песчаная буря почти занесла ту его часть, где начиналась объездная дорога. 8Когда дорожники вернулись на работу, они не стали разом убирать все песчаные дюны, а очищали шоссе лишь по мере продвижения. 8Да и зачем делать по-другому? 6Шоссе все равно было закрыто для автомобильного транспорта. 5Поэтому они одновременно убирали песок и снимали старое покрытие. 6Если какой-нибудь бульдозерист заметил, что часть асфальта, футов сорок длиной, разбивается под ножом его буря, 9бульдозера на почти точной прямоугольнике, то никому об этом не сообщил. 9А может быть, перебрал наркотиков. 1Или думал о том, как отправиться гулять со своей девушкой этим вечером. 9Затем прибыли самосвалы с гравием. 9За ними, грейдеры и дорожные катки. 8Следом приехали огромные автоцистерны с горячей смолой, которые разбрызгивали ее специальными приспособлениями, прикрепленными сзади. 9А когда свежий асфальт затвердел, появились разметочные машины. 9Водители их, укрывшись под брезентовым зонтиком, часто оглядывались назад, чтобы убедиться, что желтая полоса идеально прямая, 9и не ведали, что проезжают над серебристо-серым, кадиллоком, с тремя трупами внутри. 9Не подозревали, что там, в темноте, находится золотой, ролекс, и перстень с большим рубином, а, ролекс, может быть, даже все еще отмеряет время. 9Одна из этих тяжелых дорожных машин, несомненно, продавила бы место, находясь там обычный, кадиллак, что-то хрустнуло бы в глубине, 9и бригада землекопов принялась бы раскапывать подозрительное место, чтобы узнать, что там находится. 9Но, кадиллак, Додана скорее походил на танк, чем на обычный автомобиль, и сама осторожность Додана до сих пор не позволила никому 8выяснить, где он находится. 9Рано или поздно, разумеется, «кадиллак» не выдержит скорее всего подвесом большегрузного прицепа. 9Машина, следующая за ним, попадет во впадину в асфальтовом покрытии, водитель сообщит об этом в дорожное управление, 2и в том месте проведут очередной ремонт дорожного полотна. 1Но если при этом там не окажется опытных дорожников, думаю, придут к выводу, что повреждение вызвало, болотная впадина, 6так обычно называют подобное место, или низкая температура, а может быть, просто сотрясение почвы. 6Поврежденное место отремонтируют, и жизнь будет продолжаться. 3Да-да-да-да-да-да-так и не нашли. 9У кого-то это вызвалось слезы печали. 4Журналист в местной газете, Лас-Вегас Сан, высказал предположение, что он играет в домину или в бильярд с покойным Джимми Хоффай, 9известным профсоюзным деятелем, убитым из-за связи с преступным миром. 9Может быть, журналист не так далек от истины. 7У меня все хорошо. 6Со спиной все в порядке. 9Мне категорически запретили поднимать любой груз весом больше тридцати фунтов, но в этом году у меня отличный класс мальчишек и девчонок, 9и если мне нужна помощь, они готовы ее оказать. 2Я уже несколько раз ездил по этому отрезку шоссе в своем новом автомобиле, Акура. 9Один раз я остановился, вышел из машины, предварительно убедившись, что шоссе в обе стороны пустынно, и помочился на том месте, где, я уверен, 9находится, Кадиллак. 9Однако мне не удалось выпустить полноценную струю, хотя я чувствовал, что пузырь прямо-таки переполнен. 9Когда я поехал дальше, то и дело оглядывался в зеркало, у меня возникло странное ощущение, что он поднимается с заднего сиденья, коричневая кожа туго, 9как у мумии, обтягивает кости лица, волосы полны песка, сверкают только глаза его и… роликс. 9Больше я никогда не ездил по шоссе семьдесят один. 9Теперь всякий раз, когда мне нужно ехать на запад, я предпочитаю магистральное шоссе. 9А как Элизабет? 9Она замолчала подобно Долану. 9Я почувствовал от этого облегчение.